джой коты редкий момент не вместе лежат на бижаночки итак спецвыпуск про аниме фигурки трешовый вкус номер 79 2 часа 37 минут погнали быть это будет сложно мы постараемся итак в этом спецвыпуске будет несколько фигурок которые мы не сможем показать на ютубе и много другого безумного дерьма которое вы увидите или скорее не увидите так что если хотите увидеть полную версию выпуска без цензуры и заодно поддержать наш труд то заходите на бусте ссылочка на бусте будет в описании под видео но да если вы уже подписаны то наслаждайтесь выпуском сполна а если смотрите на ю тубе все интересно выпуск спецвыпуск про аниме фигурки на бусте жоши забудет вот именно без цензуры который ровно получите удовольствие просто без некоторых деталей все то же самое так что не уходите просто пикселей поменьше в любом случае заходите на бусте ссылка в описании и наслаждайтесь выпуском парни прежде чем мы начнем мне нужно вот и всем спецвыпуск про фигурки поэтому мы открыли пива андрей потому что мы наконец сделали это у нас у нас и ждали этого момента целый год мы ждали когда снова откроется аки хабара когда пройдет вакцинация и мы наконец можем сделать это даже пандемии не удастся помешать нам всрать кучу денег на аниме фигурки ну как вам смотреть на победителя видим сегодня буду я честно говоря мне просто интересно на все посмотреть не терпится показать вам что я прикручу это прекращая выдал бы лучше немного своих трешовых разговорчиков и так только проиграет и рассмотрел все три три выпуска перед спецвыпуском правильные фигурки от каждого из пацанов естественно ю тубе все дела вот уже забыл особо что не покупали ну походу наверняка буду вспоминать совсем тебя прошлое спецвыпуске ничего не научили если вы вдруг не знали на наших личных каналах есть по видео в которых мы направились в аки хабару и каждый потратил по три тысячи триста тридцать три доллара то есть это 10 тысяч долларов сумме и все ради кликбейта ради кликбейт мы можем сказать что потратили десятку и поставить это в название еще в процессе нам нужно было выполнять разные челленджи надеемся что мы все справились и мы обсудим это сегодня в подкасте мы понятия не имеем кто из нас что купил мы не знаем сколько челленджей мы выполнили и как бы и да и сегодня мы все это выясним конечно есть некоторые предположения но если вы хотите узнать все заранее вы можете вы можете сначала посмотреть видео на наших каналах а потом этот выпуск или гляньте сначала трешовый вкус а потом видео на наших каналах это как смотреть мстители финал а потом железного человека смотрите все либо сейчас либо же после подкаста я бы у меня на ю тубе есть реакция на все три видео от пацанов сделать это сейчас надумайтесь видео есть в описании кликайте по ссылкам и смотрите на основных наших каналах а не на вторая верно на основных в общем мы пройдемся по всему тому что мы купили за этот день а у нас у всех были общие челленджи джоу и у тебя же вроде был список да это как бы задание который распространяется вы видите их на своих экранах мы не будем проговаривать их все у нас 16 меньше 500 баксов высоким и самая хайповая аниме нам мой аниме лист тени типа атаки титанов что-то на первом месте интересно но на момент съемки из выпуска трещься трещься ему но у и влетит с повторяющейся фигуркой или нет я нет конор конор вылетит спотов повторяющимся фигурками он купил по вам по кире нет нет по джорджу повторяющийся персонажей на ты челленджи но сильнее всего нам запомнились такие челленджи как например купить фигурку по цене наиболее близкой к 420 или 69 долларов да разумеется честно говоря я особо не помню что там еще у нас были за челленджи а да это уже так что будет заполучно если так совпадешь я помню тогда мы были в первом магазе я вообще забыл что у нас есть общие челленджи и я про не вспомнил только когда мы вошли во второе но мы все пытались найти что-то за 69 бакса да 69 и за 420 да было было интересно это труднее чем кажется ну пацаны каковы ваши впечатления сравнивая с прошлогодним опытом мне было намного проще чем в прошлом году и это крайне хорошо так что думаю в этот раз шансы у меня выше в общем посмотрим что будет мне кажется в этот раз сложнее всего было гаранту мне попадала сплошь какая-то хуйня так что я сказал себе пофиг я сделаю для контента первый раз да как я в прошлом году а вот этому товарищу опять подфартила по большей части по большей части челлендж мне пришлось искать фигурку по аниме которое смотрел джоуи а это не так то просто да это почти как искать иголку в стоге сена ну как бы это знаете целый магазин фигурок из аниме а джоуи не видел ни одного но по мне это было интересно ведь в этот раз мы снова обошли четыре магазина в двух из них мы уже были в прошлом году мы были в эйстопе и ами ами да и к тому же были два новых магазина лашинг банк и мандараки да и как как по мне это тоже определенный челлендж потому что мы к ним не привыкли это добавило остроты ведь мы не знали чего ожидать вот и последним был мандараки и поэтому здесь был очень большой фактор риска типа а что же там будет тем более что в акихабаре я где-то год уже не был да я вообще понятия не имел что будет в тех магазинах да есть такое с мандараки это действительно как я искал иголку в стоге сена ты входишь туда и это реально как дон кихот от мира фигурок в мандараке и кучу ништяков нашел а нас почему дон кихот зачастую бывает так что ты приходишь и не находишь вообще ничего рад что у нас все было немного по-разному а именно них магазина было все что угодно в других тупо галяк в некоторых были штуки подавать читаете так поляда с одной стороны я переживаю с другой не особо что необычно в этот раз я хотел победить они немного затариться осталось да типа такой кабинет буду обставлять в другой раз еще главная победа кстати если вы вдруг не знали фигурки за нами это то что мы с парнями на покупали в прошлогоднем видосе я даже почти поверил что как там ограничение порождают что что деды 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 что что я такой хуекратный прости если что он тут самый старший честно говоря самому пришлось держаться что подобное не сморозить простите я тебя нет почти никаких ограничений ну как нет ну как бы 3000 долларов на фигурке это очень очень большие деньги да кто бы столько я потратил у тебя нет никаких ограничений мне кажется это в определенном смысле даже труднее да как бы думаешь так что расхолаживает да и просто куча денег сейчас и куча хороших фигурок накуплю себе а надо еще и челленджи соблюдать там и правила чтобы зарабатывать очки выиграть я могу купить вообще что угодно в тот раз я видел фигурки за пятихатку и такая слишком дорого это весь бюджет я не мог ее себе позволить и это как-то интересно сейчас ты смотришь на самые дорогие фигурки и ты такой это довольно дорогое приобретение но в общем то я могу себе это позволить почему нет не будем лучше говорить про ту фигурку за три тысячи триста долларов вообще-то с мандараки было много чего в мандараке было много всякого была одна фигурка которая была как наш бюджет но по большей части это безусловно очень сильно отличалось от того что у нас было в прошлом году верно просто прошлом это просто как сравнивать жизнь студента и человека у которого есть нормальные деньги как-то так понимаешь желтый в рот подумать только на что я всрал столько бабла понимаю нет я помню как в прошлом году заходил магазин типа и сто посмотрел на фигурки и думал слишком дорого слишком дорого слишком дорого слишком а в этот раз я захожу и думаю про себя а чтобы мне купить давайте-ка куплю вообще все даже самые дорогие ли мне весь магазин да 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 типа я беру все отсюда и досюда да маленькая дырочка в бюджете первый сезон торшевого вкуса против 2 холопы против королей что дальше мы будем выросли выросли пацаны молодцы торшевый вкус поднялся новая студия больше интересно чем этом сезоне будет по гостям кроме бэна броуда почему хочу сказать бэнни как обрауд броуд то есть japan который был прошлом сезоне у них несколько раз интересно он будет в этом ну не как будешь как же иначе и в новых гостях соревноваться кто успеет купить эй стоп первым да на самом деле было такое что я захожу в мандараки и я теряюсь я не знаю как потратить деньги видите просто мандараки было много реально клёвых вещей но все эти реально клевые вещи прям дико дорого стоили и при этом я не мог закрыть бюджет какими-то средними по цене вещами потому что изначально в крайности изначально мне казалось что у меня на все про все три тысячи и уже только потом я осознал а нет но троих у нас десятка так что на самом деле у меня три тысячи триста тридцать три доллара и мне нужно было докупить фигурок на три сотни и когда я был в мандараки я этого понять еще не успел да да так что в целом это было очень интересно да было непросто да целый день на это убили господи да так это было и весь день круто очень весело мне понравилось три магазина на каждый конечно определенное время все равно там надо записать видосы перед магазином надо еще что-то там логистику устроить как обычно там сложить и покупки книжника отдельно вкладывали по магазинам где брали по очереди открывать тоже понравилось конечно ходить по магазинам несколько часов подряд утомляет но после того что мы делали в первом сезоне для меня это не новое это вот именно себя могу сказать что мне в этом году точно было веселее по тебе в общем было видно да помню мы снимали свои интро и мне пришлось отойти от гаранта потому что он слишком громко орал теперь прям как моргс чё как парни с что мы наделали мы создали монстра мы создали youtube монстр это первый сезон гарант такой стоит и говорит так я буду говорить без сценария просто я помню когда мы начинали снимать первый сезон вы свои интро сняли примерно минут за десять где-то так даже начать снимать не успел я такой сидя я нормально смотрю силе может начинают его что такое аниме аниме это такое и мы таки гард 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 я рад видеть как ты вырос на самой начале первого сезона пришел вкуса вирджин гард вирджин гард во втором сезоне на 79 выпуске уже спецвыпуск вами фигуркам чат чат гигук за это время мы вообще все над собой выросли мы все были как-то думали о себе надеюсь это было заметно мы когда получше смотримся получше звучи мы ведем себя как-то повежливее да хоть и отвлекался на всякую херню я так вовлекся в этот процесс что постоянно забывал что мне надо говорить в камеру я так сильно заниматься на этих фигурках на их поиски что я даже забыл что мне надо рот открывать хотелось бы пройтись по общим челленджам которые у нас были потому что я уже успел забыть что там думаю нашим зрителям стоит держать это в голове когда мы начнем обозревать непопулярно в общем общий челленджи у нас были такие и скажите сколько там дается очков воды в общем одно очко тому кто потратит сумму наиболее близкую к трем тысячам трехста тридцати трем долларам это первый дальше одно очко тому кто купит самую дорогую фигурку так а вот тот кто купит самую дешевую фигурку потеряет очко одно очко тому кто купит фигурку по аниме с самым низким рейтингом на мал так одно очко тому кто купит самое большое количество фигурок очко тому кто потратит больше всего на одну серию одно очко за самый дорогой предмет не являющийся фигуркой одно очко тому кто потратит больше всего в одном магазине короче тут есть где развернуться. Так. И, как мы уже говорили ранее, по одному очку тому, кто купит фигурку по цене ближе всего к 69 и 420 долларам. Если быть более точным, 6 тысяч 942 тысячи иен. Да, 42 тысячи иен. Тот, кто купит фигурку с самым высоким рейтингом на мал, теряет одну очко. Потому что нормисы должны быть наказаны. Да. Одну очку тому, кто купит хентай фигурку, потому что, господи боже, это же гарантированный минус монетизации на ютубе. Это я вообще забыл. Да, я тоже об этом забыл. Я только что вспомнил, что купил. Я только что... Я тоже, я тоже. Кто-то явно получит одну очко. Одну очко тому, кто купит больше всего фигурок по одной оригинальной аниме-полнометражке. Окей. Ну, к примеру, если кто-то купит больше всего фигурок по одному фильму Синкая. И минус одно очко за каждой фанка-поп, это ястое дело. Да. А также минус одно очко за каждого повторяющегося персонажа. И минус два очка тем, кто купил одинаковую фигурку, абсолютно одинаковую. А, ясно. Да, мы решили сделать ставки по-воему. Конор влетит с одинаковой фигуркой. Не, точнее, один тоже персонаж. Вроде одинаково он не брал. Выше потому, что, ну, например, мы с Гарантом оба купили по одной фигурке Астольфа. Мы теряем по очку. Ну, а как мы... Такие фанаты Астольфа, так что... Конечно. Но фигурок Астольфа просто до жопы. И они все разные. Но если мы купим по одинаковой фигурке, я очень сомневаюсь, что так будет, учитывая, сколько у нас бабок, то мы теряем два очка. И последний пункт. Если ты не смог потратить как минимум 50 тысяч иен или 500 долларов в одном магазине, то тогда ты теряешь одну очко. Мне кажется, мы все держали этот пункт в голове. Да, да. Потому что это довольно хороший способ как бы правильно рассчитать бюджет на все магазины. Да, да. Это хороший способ распределить бабки на все... Ванька еще, Ванька, мои котики. Такие дяди. Сейчас запырки свои развалили. Все магазины. Да, да, именно. Так что, да. Да, и как вы могли догадаться, мы будем говорить все цены в долларах, но это не совсем точно. По сути, мы просто берем цену в иенах и тупо делим ее на сто. Да, сто иен – это один доллар. Хоть это и не точно. Да, это, по сути, округление. Это тогда округление. Ну, примерно так. Что ж, начнем с первого магазина. Да! Это Лошембанк. Итак, первый у нас был Лошембанк. Мы еще в прошлом году хотели туда сходить, но, к сожалению, в тот раз не смогли получить разрешение. А в этот раз мы заранее... Мы подготовились. Да, да. Хотим сказать большое спасибо, Гигспласс, за то, что все за нас разрулили. Да, в прошлом году, в прошлом году нам с этим всем помогала Мэйлин, типа, за пять дней до съемок. В этом году у нас было больше времени, и все прошло как надо. У нас было недели где-то три, так что мы друтили урок. И как бы в большинстве магазинов, где мы побывали, мы были предоставлены сами себе, вообще без других покупателей, и это было просто охуительно. Да, особенно в Лошембанке. Срань господня. Или до того, как он открылся. Слышь, двухэтажный магазин, чисто для нас. Это как сходить в Леголанд в одиночку. Это было потрясающе. Мне понравилось. Мелкий, я и мечтать не мог. Да, реально. Твоя мечта наконец-то исполнилась. Нет, просто это, 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 это прям реально мечта. Типа, а вот такой фигни думаешь в детстве? Типа, а было бы у меня бесконечное количество денег, и я мог бы купить что угодно. Да, да. А ещё тебе пришлось купить фигурки, что мы выбрали для тебя. Да, да, именно. Вы помните, какие челленджи достались вам в этом магазинчике, да? Я помню. У нас в нем было два челленджа. Помню, я тогда сразу проебался, я... Итак, я... Мы в этот раз знали, какие челленджи были в ведёрке Куни. Где он, кстати? Где он вообще? Мусорный баккун. О, прости, я всё время... Я всё время называю его ведёрком. Мусорный баккун. Мусорный баккун. В этот раз мы знали челленджи. В прошлый раз мы их не знали, но нам достались и более простые, и более сложные челленджи, которые было сложнее выполнять. Кто убил мусорного баккуна? Да, мой бог. Жить будет. И я начал с одним из самых сложных челленджей. Искайте именно, Гарант. Мои челленджи были такие. Первый. Найти аниме-фигурку, точнее найти фигурку, по игре, в которую играл Коннор. Я часто играю в игры. Итак, в большинстве случаев это был бы простой челлендж, но это ведь Акихабара. Это место известно тем, что можно найти кучу разных фигурок по аниме, и может быть под JRPG. Понимаете? Короче, всякое японское. Да. И это было... Да и Коннор в этих играх, скажем так, не эксперт. В каждом магазе было по несколько игров, в которые я играл. Так что тут подойдёт любой магазин. Да, да, да. Если искать нормально. Там было много пошаговых РПГ, было много всяких игр, скажем так, с упором на сюжет. Нет, нет. И второй челлендж у меня был следующий. Нужно купить самую дорогую фигурку из всех, что ты сможешь найти в этом магазине. О, да, точно, точно. Если бы они смогли найти фигурку подороже, значит... Ты не получаешь очков. Я не получаю очков. Изи. Вот так. А у тебя что было? Мои два челленджа были довольно простые. Первый мне нужно было найти и купить фигурку Джоджо и скопировать его позу. Как бы в фигурке Джоджо сейчас просто везде, особенно в Лошенбанге легкотня. А вот во втором челлендже мне пришлось немножко включить голову. Мне нужно было купить фигурку кого-то, кто может победить Гоку. И не только купить, но и убедить... Фигурку Вич. И убедить этих двоих в том, что этот персонаж действительно способен победить аудиторию тоже. И аудиторию тоже. Но думаю, я с этим справился. Думаю, да. Но ты не обольщайся. Я тебе спуску не дам. Я буду спорить. И говно. Ух ты. Я что, на трешом вкусе? У меня такие челленджи. Купить фигурку не по аниме. Ага. Что не так-то просто. В Лошенбанге это непросто. А, да, потому что во многих играх есть анимация в стиле аниме. Я знал, что вы обязательно доебётесь, если я куплю фигурку, в которой что-то такое-то есть. Вы явно не упустите возможность прицепиться. Верно. А, и ещё там были тайтлы, по которым я думал, что нет аниме. Но оказалось, что похоже, оно всё-таки есть. И я такой, бля... А, и второй челлендж я должен был выбрать фигурку вслепую и купить её. Ладно, понял. Так что я встал и начал крутиться. Это несложно, но по итогу может выйти полная хрень. В общем, вышло такое. Ладно. Ты недоволен? Нафига. Вы увидите. Ладно, скоро увидим. Ладно. Так, дальше... Сколько фигурок вы купили в Лошенбанге? Я купил... Три. Три. Как у меня, три. В общем, изначально, как бы, я в Лошенбанге просто очень много фигурок хорошего качества. И если не считать Мандараки, то там были наиболее дорогие фигурки. Из тех, что я нашёл. Да, всё-таки. И это для меня очень хуёво. Ну, раз уж так, какую самую дорогую фигурку ты там хуёвил? Ну, мы бы это, да, да. Впейт за 550 баксов. Вот фигурка за 900 с лишним не нашёл. Минус балл. Это мы оставим на самый конец. Хорошо, хорошо. Мы сами пока ещё не знаем, кто что купил. Я видел что-то краем глаза, но в целом я не знаю, что вы купили. И надеюсь, вы не знаете, что я купил. Скажу честно, мы приехали туда в такую рань, я проснулся только по ходу дела, и поэтому я сам не помню половину того, что там напокупал. У меня три, так что мне легко. Когда я был в Лошенбанге, я старался использовать всё время на то, чтобы выполнить челленджи. Понимаете? Так что я даже не думал про общие челленджи. Я даже забыл, что у нас вообще есть общие челленджи. Я просто пытался... Я использовал всё время, чтобы выполнить все свои личные челленджи. Помню, когда настало время, когда магазин уже начал открываться для обычных покупателей, я начал бежать и... Бегущий человек. Ладно, не смешно. Но мы лим было смешно. Конечно, мы лим смешно. Ну что? Джоу и такой посмотрел на меня и спрашивает. Он меня спрашивает, ещё не купил фигурки? А я ему такой, нет, решение. Я закатил челленджи минут за 10. Да. Мне было просто. Остальные 50 минут я тут поглядел. Оба этих челленджа требовали много ходить туда-сюда по магазину. Сейчас. На каждый магазин был. Неплохо. Второй челлендж, который я делал вторым по счёту, после того, как я пытался найти самую дорогую фигурку, состоял в поиске фигурки по игре, в которую играл Конор. Ну, покажи фигурку заодно, расскажешь, как это было. Да, ладно, вот. Как думаешь, что это? Хорошо, итак. Расскажу, как всё было, потому что сама фигурка не очень большая. Так как мне выпал челлендж на самую дорогую фигурку, здесь я решил несколько сэкономить, потому что было самое начало дня. Я хожу по Лошенбангу, смотрю, какие фигурки по играм тут есть. Вижу Final Fantasy. Нет, Конор определённо не играл в Final Fantasy. В седьмой играл. Что правда? Именно доиграл в Final Fantasy 7? Ну, нет. Неожиданно. Неожиданный Конор. Я не допрошёл. Наверное, это не считается. Что, когда? Это был ремейк? Нет, оригинал. Чё, ты играл в оригинальную Final Fantasy 7? Я выиграл часов 10 и дротнул. Чё? Что? Ну, лет 8 назад. А я тоже считается. 10 часов больше достаточно. Если ты запустил там полчаса, что-то разбирался и бросил, то это не считается. Вот 10 часов нормально, в принципе. Я тебе не верю. Почему ты не рассказывал об этом? Так я её не прошёл. Ну, ты играл в неё? Да, играл. Ты знаешь, что это такое, верно? Да. Почему мы об этом не говорили? Потому что мнение особо зашло. То есть у тебя есть первая, Сонька? Не-не, она есть в Steam. То есть ты играл в неё взрослым? А, лет 18. Чё? Кого? Она была на распродаже в Steam. О, господи. Это была самая первая фигурка, что я увидел. Это была первая, что я видел. Если ты её взял, я бы сказал, такому не, я её не прошёл. Да, я её не прошёл. Да, я её не прошёл. Не было написано «прошёл» и прочее. Да, правда, ты к чё ты взял? Да. Ну да, и в основном я пытался искать на втором этаже, и даже не заметил, что там были фигурки Парк Найтс, пока люди прям не указали мне на них. Да, просто я не знал. Да, я видел там Парк Найтс. Я потратил так много времени, пока искал самую дорогую фигурку, что на это ушло почти всё моё время. Я не заметил фигурки Парк Найтс. И потом я решил спуститься вниз, потому что на втором этаже по играм были по большей части фигурки дорогие. В основном фигурки по Фэйт и Файнал Фэнтези, и я не знал, что ты в неё играл. Да, зашибись. Фэйт не играл. Да, я знаю, что ты не играл Фэйт. Я спускаюсь вниз и тоже не могу найти ничего подходящего. Опять-таки, в основном в магазине фигурки по аниме. И тут я вижу... Я вижу полку. А там всё тупо по персоне. И я сказал себе... Я пытаюсь уговорить Конора сыграть в персону уже два ёбаных года, и в этот момент я был просто дико зол на Конора. Потому что, будь ты хорошим другом, ты бы прислушался к моей рекомендации и сыграл бы уже в персону 5, но нет. Я играл в неё минут 15 у тебя на хате. Это считается? Не уверен, что считается. Гарм был такой, типа... Клям! Было такое, я помню, да. Мы были ужраты в говно, и, скорее всего, это был вообще единственный раз, когда я помню, чтобы ты играл в... Погоди, а что вообще можно сделать в персоне за 15 минут? Помню была такая херня, что я смотрел, как Сидни проходит какой-то цифровой лабиринт или что-то такое. Мементос? А-а-а... Нет, это был один из данжей. А поздний данжи всё, понял. И я такой такой, а дай я поиграю, дай мне. И после этого я заблудился. Так что я не особо помог. Я поиграл минут 20. Технически я поиграл в персону. Не очень долго, но технически я продолжаю. Да, и потом я увидел фигурку Мегамена. Я не помню такого, чтобы Конор хоть раз говорил про Мегамена при мне. Верно. Ты слышал, чтобы он говорил про Мегамена? Я говорил про Мегамена на подкасте, и я не помню, чтобы он что-либо говорил. Да, сам он про него никогда не говорил. Я увидел фигурки и подумал, Мегамен — это же прям игра для Конора. Я легко могу представить, как Конор играет в такую игру. Это платформер, где нужно стрелять. Да, да, да. Он же делал педраны по Капхеду, правильно, да? Да, да, да. Но я не был уверен, что у тебя была Нинтендо? Какая у тебя вообще история с консолями? Я начал задаваться вопросом, какие консоли у тебя были. Просто первой PlayStation у тебя не было, и в Final Fantasy ты не играл. Нинтендо 64. Нинтендо 64. Родители забрали, сказали, игры зло. Ага. Я уговорил купить мне PS1. Ага. Потом я сломал её, мне купили вторую. И у меня был GameCube, Нинтендо Ви, а потом Xbox и сейчас комп. Ну, почти все основные. Вот, короче, я не помню, я подумал, что вряд ли Коннору достаточно лет, чтобы... У меня был хуй за щекой, а не консоли. Приносили, помню, домой Dendy. Что-то я в неё играл. Всё. Ни одной консоли у меня не было никогда. Если так подумать, посмотреть. У меня сразу комп был. Это в пятом классе. AMD от LON 1,8 Гц. Там 512 оперативки. Нет, 256 оперативки было сначала. Потом у меня что-то сгорело на что ли или что. Поменяли. И 512 стало оперативки. И видюха. Родеон какой-то на 128 мегабайт. Самым топом, что я мог играть. Комфортно. Это Half-Life Orange Box. Сириус Сэмы. Первое-второе пришествие. Чуть-чуть там Сириус Сэм 2. Этот богомерзкий. И чё-то там ещё. Да. У него могла быть Супер Нинтендо. Или даже просто Нинтендо. На чём ещё можно поиграть в Мегамена, не считая шнарых консолей? Да, это верно. Так что... Ты играл в Мегамена? Я так и не узнал. Полноценно нет. Я, ну, не знаю, как бы играл в неё, когда был находил друзей по несколько минут. Я никогда прям не садился за эту игру. Ну да, она очень подходит для подобного. Я бы сказал, что скорее не играл. Если бы меня спросили, я бы... Если бы я сейчас достал фигурку Мегамена и сказал бы, Коннор, это... Я бы даже эту историю не рассказал. Потому что я бы это не считал. Да, да, да. Да, 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 мне Коннор говорил, я угорал по Иксбоксу. И я такой, так, эпоха Геймкьюба. Может быть, у него и была Нинтендо 64. Ну, ладно, уже 15 минут, говоришь. Что там у тебя лежит? Давай уже доставай. И тут Сидни подходит ко мне и говорит, Гарн, что с тобой не так? Как ты мог забыть просто самую успешную видеоигровую франшизу во всём, блядь, мире? А я понял, что ты говоришь? Как ты мог забыть про неё? Она же прямо у тебя перед глазами. Буквально самая успешная видеоигровая франшиза в мире. И это очень маленькая фигурка. Короче, это фигурка Пикачу. Что это за хрена тетя? Фигурка Пикачу. Есть ли там аниме? Ладно, забейте. 220 йен. Я покупал эту штуку, и я забыл, что тот, кто купит самую дешёвую фигурку, теряет очко. Так что, возможно, я сам себя наебал. Возможно, я потеряю и приобрету очко одновременно. Ну, может... Иначе я купил бы что-то подороже. Такие вещи стоит учитывать. Да. Так что да, это вполне вероятно. Ладно, пойдёт. Нормально. Это вполне нормально. Я точно играл в покемоны. Я точно знал, что ты играл в покемонов. Мы об этом говорили. И если бы и не говорили, я как бы... Я мог просто... Ты... Можно взять фигурку? Будь уверенным, что 90% фанатов аниме, да и просто людей, наверняка играли в покемонов. Да, типа, киберпанк, оверботч, ну и всё в таком духе. Да, был киберпанк. Был киберпанк. Я в овербочке не играл. Киберпанк тоже. Покемонов тоже не играл, кстати. Хотя у меня были карточки, или не было карточек. Или были вот именно вот эти фишки. Кэпсы, которые надо разбивать. На первом или втором этаже? На втором. Обе. Вообще, на втором этаже много игр. Да. Ага. И плюс ещё, мы с Коннором видели очень много разных фигурок по Апексу. В Ами-Ами. Да. Да, я тоже их видел в Ами-Ами. Поздравляю, первый успешный челлен. Спасибо. Вот это подводка. Вот это подводка. Я просто хотел рассказать всю историю. Ладно, твой первый, я за спидранью. Тут у меня в общем-то всё успешно. Есть какая-то история? Какая-то история есть? Нет никакой истории. Я просто захожу, поворачиваю за угол и вижу перед собой. Гарн-то только дай, да пиздеть. Он на 15 минут будет рассказывать про, собственно, блять, то, что он купил Пикачу для Коннора. Ну, по челленджу Коннора. Фигурку Джоджи. И кто же там? Это Джозеф. Это Джозеф. О-о-о. Джозеф Джозеф. Это молодой? Молодой Джозеф. Это же лотерейная фигурка. Это фигурка Джозефа, которая была призом в лотерее. Отличная фигурка. Покажи, покажи-ка мне. О-о, хорошо. Я тоже покупал там фигурки по Джоджи и надеялся, что у нас не будет один перс. Да, надеюсь, нет. А то потеряем очко. Кто знает, Джоуи? Ну, кто знает, я сделал вот так. В общем, все есть, все так. Да, Джозеф крут. Да, держи, она клёвая. А мы делаем анбоксинг или как? А мы... Да, мы можем. Сделаю-ка анбоксинг своего Пикачу. Осторожнее, это ценная вещь. Это просто ебануться можно. Да, пять минут идет на то, чтобы только ее открыть. Не, не хочу. Но в то же время, раз уж мы об этом заговорили, то я... Я, я, я открою. Более уж мы заговорили о Персоне 5, то я покажу Персону 5. О, ты боже. Держи. Да, черт возьми. Окей. Я, я просто не мог пройти мимо, не купить ее, потому что Персона 5, это моя самая любимая GRP. Слышал про серию Персона, но не знаю, когда смогу поиграть вообще. Сколько лет, в принципе. Да, мне еще больше джорджу посмотреть, было бы очень хорошо. Время открываю. Хочешь ее открыть, да? Да, ладно. Кстати, в броле. Сколько тебе? Просмотр джорджа у меня на бусте. Я обошлась вот эта. Она стоит, догляну, такой вот вопрос, стал бы ты покупать эту, эту фигурку, ведь ты ее в прошлом году. Вот эта стоит 82 баксов, да? Да, в общем, Джозеф обошелся мне примерно в 8200ен, 82 доллара. Да. А Персона обошлась в две сотни. А, понятно, ну это все равно. 200 долларов. Здоровенная коробка, слишком здоровенная для этой фигуры. Да, верно. Да. Но эта Персона 5 как бы из анимешки, так что получается, технически, это аниме-фигурка. Ну, открывай, давай посмотрим. Одна минута. В этом случае, в чем разница между фигурками по игре и по аниме? Это мой персонаж, и его зовут Амами Арен. А, да. А в игре он безымянный. А в игре ему могут звать как угодно. Главный герой. Он главный герой, Кун. Он Джоку Кун. Мы живем в обществе. Просим прощения у части нашей аудитории, которая слушает нас только в аудио. Я начинаю СМР. Зачем ты купил столько пленки, Джоуи? Это ж сколько черепах теперь сдохнет. Ладно. Давай уберем. Может, ты поможешь нам, Наби? Да, Наби и Ашли этот год и предыдущие разительно отличаются еще и тем, что в этот раз у нас есть, знаете, помощники. Блин, не сломать бы тут ничего. Бро. Тут очки, что ли? А вам нужны коробки? Так, а не очки. Да, мы оставим коробки. О, ладно, ладно. Ну, Джозеф, прям да. Охуительно. Да, верно. И ты вставал в такую же позу, боже. Нет, нет, я вставал в его стандартную позу. А, ну ладно. Надо было сделать просто позу персонажа. Любую позу. Ну ладно, я думал, что надо делать ту же самую позу. И я такой... Не помню, чтобы Джоуи так стоял. Да, но я в такой позе стоял в каждом магазине. Да, 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 ну ладно. А на записи есть? Есть. Думаю, Джоуи. Продираться хочешь? Смотри, сам себя за жопу не укуси. Ни за что не укушу. Ладно, ладно. Хорошо. Мы не вредничаем. Лучше бы ты о себе подумал, Коннор. Всё впереди. Так, а у него тут, похоже, целая... О, блин, походу у Джозефа есть целая... Очень тяжёлая верхняя часть. У него та же проблема, что и с Роханом, который такой... Он заваливается... Дай-ка мне посмотреть, а Джоуи пока может персону взять. О, это отличная фигурка. Интересно, почему она... Так, с фигурками Джоджо тема такая. Я, как вы знаете, по ним, можно сказать, эксперт. Фигурки по Джоджо часто бывают дико дорогими, у меня таких немало. Есть определённая линейка, которая мне не то чтобы дико нравится. Потому что визуально они смотрятся не очень, и... У меня ни одной фигурки нет, ничего не могу сказать. Просто очень дорогие фигурки Джоджо, я сам купил несколько. Да. Это довольно странно, я не очень понимаю, почему это так. Но эта фигурка, обычно такие фигурки очень хорошие. Двигающиеся фигурки обычно стоят раза в три больше. Да. Если б ты взял что-то похожее, но только говно и оно бы двигало, цена была бы баксов 200. Он такой, привет, я... А, типа... Я типичный главный герой, да. Как-то так, а маме Арен... А как-то мой мозг не работает. Так, дай мне. Мы оставим фигурки? Ой. Бро, это 80 баксов. Сломал. Гард. Боже. Так, вот так вот, вот так. Башка дико тяжёлая. Он, блядь, сложен, как скачает. Да, это грёмный Джозеф Джостер. Я должен сказать, что... Ты глянь, он тут держит очки. Такая большая стойка в сравнении с фигуркой. Просто такая... Такая большая стойка подошла бы больше Джо... Джо Тро или кто это? Джозефу. Больше подошла бы Джозефу с его тяжестью. Большая окружность у этой стойки здоровая. Вот так вот. Так. А с кем ты будил в первый раз в персоне 5? Мы вроде бы это не обсуждали. А, с лучшей девочкой Макота. Пробалился. О, да, вот это да! Бро, ты реально думал, я сейчас... Я сейчас скажу, с футабой? Да, вот именно, с чертой. Н? На самом деле, ладно, с Н я мутил во второй раз, но футаба – это худшая девчонка во всей персоне. Реально. Спасибо, господи боже! Когда я говорю, это люди меня раз 5 готовы. Понимаешь? Люди, которым нравится футаба в персоне 5, это те же люди, которые ходят в мэйд-кафе. Ага. Понимаешь? Это буквально те же самые люди. Да-да, я именно вас. Я пытаюсь понять, куда здесь кресло. Футаба из тех девчонок, которые неиронично говорят «погерс, понимаете меня?» Ну и зачем мне нужно такое счастье? Не понимаю, о чём вы, но это смешно. Поиграй в персону 5, и всё поймёшь. Поиграл бы в персону, и всё бы понял. Да. Хотите начать с челленджа или с обычной? А как бы ты сам хотел? Никак. Никак? Почему? Они обе такие. Обе такие? Ладно, ладно, пожалуй, начну с Джорджа. Лады. Ладно, Джолин, шик. Посмотри на цену! Чё? 200 баксов за Джолин? Погоди, почему ты решил купить Джолин за 200 долларов? Не хотел оставить слишком много бабок в этом магазине, мне нужно было купить фигурку, и мне нужно было потратить 500 баксов. А, так это же САС, а не обычно довольно-таки дорогие. Да, это, наверное, САС, это супер-экшен Астачо. То есть ты можешь её двигать, они всегда дико дорого стоят, и по мне они выглядят не так круто. Да, с этим местом экшен-статуи, ясно, ну да, тогда, если там всё двигается, можешь устанавливать различные Джорджа позы, то, конечно, будет дороже всегда стоить, а если чего-нибудь были за всякие части там на замену, как этих, там, Железный Человек, Доктор Стрэндж, я помню, выпускали Hot Toys, или кто там, там они 500-600 баксов ещё выше будут стоить. Дороже. Подобрать не буду. Этот Джонатан выглядит намного круче, чем моя Джолида. Да, верно. Я, конечно, могу её достать, но... Ну, ну, как бы... Это проблематично. Да, да, не стоит, да. Я не хочу. Она распечатана, ей стоит 200... не знаю, сколько она стоит. А необычно, а не сколько... а что... почему они такие дорогие? Из-за хайпа по шестой части. По шестой части? Да, я думаю, да. Ты говоришь, что есть очень много дорогих фигурок под Джоджо? Это одна из них. Вот это, типа, линейка? Да. Да, это... Очень дорогие фигурки. Движущиеся фигурки под Джоджо очень дорого стоят. Может быть, какой-нибудь эксперт расскажет нам, почему. Лично я без понятия, почему так. Возможно, из-за того, что их сложнее делать. Возможно, да. Возможно, еще очень много подвижных частей. Мне кажется, что статичные фигурки, статичные фигурки, как правило, смотрятся намного лучше. Обычно я и всегда говорил статичную току. Я тоже не хочу. Ну, я не специалист по фигуркам, не фанат, но согласен. Статичные, которые хорошо сделаны, в хорошей позе, лучше, чем какие-то экшены. Но экшены, они более... Коммуникабельны? Нет. Вариант... Когда много вариантов. Вариантабельны. Вариативны, вот. Они более вариативны. Если есть фигура, то можно разыгрывать всякие представления какие-то условно. Делать... На полке у себя там, не знаю, выставлять их в какие-то экспозиции определенные. Тоже это прикольно. Тем более, если смены части, есть всякие руки, лицо там, броня, оружие. Такую позу ее поставить, я просто презираю все эти мелкие детальки, которые некуда деть, куда они их девать. Если говорить о САС, мне не нравится, что у них видно эти суставы, они же просто уродливые, это выглядит как, ну, знаете, как уродливые. Просто в какую бы позу ты не поставил движущуюся фигурку, она никогда не будет выглядеть так же клево. Так статичная фигурка, например, вот эта, вы просто посмотрите. На суставы, да, если есть такие на экшн-фигурках, то это большой минус очень. Это даже вполне неплохая, тут в комплекте идут и эти руки, типа, которые, я такого еще не видел, возможно, это довольно уникальная штука, тут как бы есть. У нее есть вот такие вот пальцы, наверное, не видно, так что как бы, ну, бляха-буха, две сотни. Две сотни? Целых две сотни. Дороговато, да. Так же, как за эту. Да, 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 я знаю, я знаю. Просто я помню, с челленджем на самую дорогую фигурку я зашел в магазин, и у меня в голове была такая мысль, что, наверное, самые дорогие фигурки будут стоить, ну, сотни-две. Такие цены были у меня перед глазами. И просто, зная, что это стоит 200, думаю, да, а что у тебя там самое дорогое? Ну, вы скоро увидите. Ох ты боже, все дразнит нас, падла такая. Ну, разумеется. Как же мне без кликбейт это, да? В общем, это моя вторая фигурка. Это фигурка от моего любимого художника Йома. Это Йому, да. Для тех, кто не в курсе, он работал над созерцая колготки. И он работал над Артом в другом аниме Тайтли, который выйдет в этом сезоне, называется «Доки, ты справишься». В этом же, да? Убрал бы ты ее из кадра, пока нам монетизацию не обрубили. А, точно, я и забыл про это. Наверное, стоит ее заблёрить, Мудан. Да, это... С этой стороны просто. А тут просто... Давай, открывай, Гарнт, открывай. Тогда постарайся ее особо не шевелить, чтобы Мудану было намного проще все замазывать. Мы поняли, это очень горячая фигурка. Ну что ж, давайте вынимем ее на свет. Я вообще не знал, что существуют фигурки его персонажей. И когда я это увидел... Тоже в первый раз вижу. Да, и... Яня, по-твоему, это Хентай фигурка? Я просто не стал бы ее так называть. Ну, Ёму, это Хентай художник. Если она не понимая, вдохновлена Хентай художником, я бы сказал, что... Ну, он делал же... Ну, он делал аниме, созерцая колготки. Это аниме. Аниме по созерцая колготки, еще есть «Доки, ты справишься». Да, как-то так. Вроде бы это второе аниме, это там, где... А, «Доки, ты справишься», да, это про начальников офисные, короче, разборки. Офисный синий, нет, не синийон, офисная повседневность. Там речь про девчонок из офиса, и мне кажется, что... У него явно есть некоторые фетиши, так скажем, да? Не проблема. Просто у него потрясающие работы, как пикантные, так как... Хватит базарить, давай фигурку уже. Я пытаюсь, понятно? Это будет далеко не единственная горячая фигурка. Гарн, тут только дай возможность, он будет пиздеть и пиздеть аниме. Не переставая. Гурка, потому что я тебя снимала сегодня. Да, к сожалению, когда у тебя в качестве оператора сети, бывает, ты ходишь по магазину, отвлекаешься на что-то, оборачиваешься, и её уже нет рядом, а она уже снимает такие вот фигурки, и я такой Сидни. Мне очень жалко Аллена, потому что он... Ему же всё это заблюривать. О, она хороша. Да, прикольно. Очень прикольно. Да, кресло тут даже круче самой фигурки. Охренеть. Да это кресло в разы лучше, чем у меня дома. Я бы купил себе такую софу, взгляни. Посади её. Ты глянь. Ладно, должен признаться, это очень горячо. Да, это... Мне нравится, мне нравится. Горячо. Это горячо. Горячо. Особенно на фоне Пикачу, это так уморительно. Крайне горячо. Дуализм мытья. Слушай, а насколько это откровенно? Да не особо. Не так уж и плохо. Это коробка, она здесь просто... Да. В том, что касается бёдер и колготок, этот человек просто ебучий гель. Да, это колгот. Когда ты двигаешь эту штуку, такое чувство, будто у тебя в руках что-то типа Стоунхенджа. Боже. Ну, как бы, да. Это правда круто. Это круто. Да, клёво, клёво, клёво. Джоуи? У Гантен в руках культура. Прямо культура. Анимешников, конечно. У нас же ещё была самая дорогая, да? А, достанешь её или... Сейчас, ну, Джоуи, мы можем пройтись сначала по... Да, Джоуи, у меня есть ещё две штуки. У меня ещё две штуки. Одна для челленджа и ещё одна сверху. И начнём с последней. Ну, пойдёшь, ты? Распался немножко. Рыжий бес. На пол. Ну, ладно. И потому что, ясное дело, я просто не мог не отдать дань уважения лучшему полнометражному аниме. А, хорошо. Это фигурка по... Акерри. Мне кажется, это самая дорогая штука... Что? Что такое, Коннор? Ты что? Тебе не нравится? Да не, всё норм. Всё клёво. Ты что, тоже? Нет. Ты уверен? Ни в коем случае. Да? Ты в этом уверен? Мутант, промотай назад. Мне показалось, что у Коннора вся жизнь перед глазами пролетела, когда он достал фигурку. И сколько ты за неё отдал? За эту? Я заплатил... Эм... 275 долларов. А, я забыл сказать, сколько я отдал за свою фигурку, кстати. Я отдал... Эм... Я заплатил... Так, сколько? 120 долларов за неё. О, не так уж и дорого. Пока ничего. Да, 120 баксов. Она выглядит на все 300. Да, в том и суть. Чёрт, она крутая. Думаю, я с ней не прогадал. Чёрт. Ладно, я ещё не видел, какая она внутри. Но... А, вот она какая. Ясно. А, такая типа... Это типа экшн-фигурка? Да, лодскульная экшн-фигурка. А, ясно. Круто. Шесть к одному. В общем, я увидел её, и я к тому времени уже купил Джозефа и фигурку, которая может уделать Гоку. Я потом её вам покажу. Да. И знаете, это уже было реально чисто по фану. Мы только начали. Почему бы не пыскать что-то клёвое? Блин, Акира ш... Ой. Блин, Акира шикарная, конечно, аниме. Классическая. Есть ещё манга. Кстати, в России вышла манга, кто не знал Акира. Там... Шесть, что ли, томов выпустили. У нас... Издали. Вот. Блин, я там тоже такой фигурку хотел бы. Мне попалась она, и я просто не смог пройти мимо. Я люблю Акиру. Просто я тоже собирался купить что-нибудь по Акире, а потом я вдруг подумал, Джоуи точно купит что-нибудь по Акире. Честно говоря, я совершенно забыл об этом правиле про... Повторы. И я такой, а знаете что? Плевать. Я тоже забыл. Да, пофигу. Я просто помню, ты был единственным, кто купил фигурку по Акире в прошлый раз. Нет, нет, это был я. Нет, это был Гарда, Коннор. Это был ты? Да, это был я. Да, мне казалось, что это был Джоуи. Да, где Гердоня? Да, где Гердоня? Да, это же да, фигурка. А, это твоя? Это моя. А, ну ладно. Это немного похоже на фигурку Кена. Это похоже на куколки Кена. Не взгляни на нее. У меня теперь есть Акира Кен. Обвините, это же Акира Кен. Но он клевый. Реально клевый. Да. Давай разложим. Лучше ему даю. Пусть они распакуются. Да, да, пусть собирают. Еще вот это вот. Так, что у тебя там в следующем, Коннор? Убрали бы, конечно, не из кадра, а эту фигурку на Софе. Чтоб Мудану было легче и меньше заблюривать. Эм, ну. Че это? Просто херанул ее на стол. Даже не знаю. А, в общем... В смысле не знаешь, это ты покупал? Это у нас, значит, коллекция Native Creators. Иллюстрация автора Хирамутсу Текеда. Какое знакомое имя? Что, Джоу, это хентай фигурка. А, то есть ты знаешь, как она выглядит? Знаю. Ты что, уже на нее взглянул? Нет, Гарм, потому что мой челлендж состоит в том, чтобы открыть, то есть купить фигурку с завязанными глазами. Ты взял эту? Я выбрал ее вслепую. Погоди, а в каком ты отделе ее выбирал? Ну, очевидно, он пошел... Майлин сказал... Или, мол, бы так решили. Пойти в кентай отдел, не умер. Ну, и как бы... Посмотри прямо в нашу. Можно мне? Ёбаный рот. Дай-ка покажи-ка. Ну, че вот так? Так, не верти этой штукой слишком резко, чтобы мудану было легче ее замазать. Господи боже, Конор. Так, тут... Если это еще на грани, то вот эта... Эта фигурка явно за грани. Видно все, что только можно. Да, да, все, что можно себе представить. А то, что я не выбирал эту фигурку... Можно это мне? Джо, типа такое. Нужно все изучить. Ох, черт. Это выглядит странно. А, так это по столу. Странно. Знаете, что мне кажется? Знаете, что я считаю странным в кентай-фигурках? В комплекте есть тонущее лицо. В комплекте. О, в комплекте есть Ахигао? Круто! Да. Знаете, что мне кажется странным в кентай-фигурках? На них не заблюривают киску. Да. Нет этих ебучих пикселей. Да, так вот как она выглядит. И как там детализация? Избыточная. Тут очень... Видишь, да? Это... Парни, вы... Я купил ее для того, чтобы... Тут... Научные изыскания... Просто рассматривают кентай-фигурку уровень детализации. Парни, а ну верните! Пока не сядутся, нету. Да. А это можно снять здесь? Можно, да? Не знаю. Наверное, да. Что ж, к счастью, это... Не-не-не-не-не. Ну почти. Пракурс неплох. Класс. Ребята, вы... Мило. Вот это я понимаю. Я не знаю, что делает эта рука. Не-не-не. Парни! Ручка! Прости, прости, прости. Она отправляется на стол. Не думаешь, что так должно быть? Я не думаю, что так оно должно быть. Есть картинка на столе. А правда? Вот так. Правда? Да, там нужно ей... Да. Простите за... Если вы на бусте наслаждаетесь, если вы на Ютубе, просим прощения, но... Она на столе. Как это будет выглядеть на Ютубе? Мы это всё заблюрим, или там просто будет чёрный прямой угольник? Или такая светящаяся херня? Мудан, делай правильный выбор. Такая белая штучка. Так, ладно, всё, я её убираю. Да-да. Я отдал за неё 200 долларов. Ничего себе! То есть ты купил себе по 200 долларов за... Две фигурки за 200? Ну, мне надо было набрать минимум в 500 долларов. Я бы ничего не хотелось купить чисто... Ну, знаешь, чисто для себя. Я был сосредоточен на челленджах, и один из них оказался для меня прямо. Реально трудным. Об этом ещё поговорим. Деньги потрачены не зря. Можешь забрать себя? Я заберу её, уж это точно. Брат. Ладно, Гарн, какая у тебя самая дорогая фигурка? Ну что ж, в общем... Сколько стоит самая дорогая фигурка, которую вы... Нет, 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 нет. Давай так, ты покажешь твою, и потом, если окажется, что она дороже, чем то, что купили мы, точку твоё. Ну ладно, знаете что? Лучше я сразу возьму и скажу. Не-не-не, там были фигурки и подороже моей. Что было самым дорогим из всего, что мы ребята видели? Хочешь сказать, что Амелия – это самая дорогая фигурка, что ты видел? Я думал, что да. 700 баксов. 70 баксов – не самое. Я нашёл ещё дороже. Я даже фотку сделал, чтобы вам это рассказать. Можешь пока достать фигурку? Да, сейчас. Гарн, что это за хуйня? Так, гигантская. Это не фигурка, Гарн. Как мы им это покажем? Погоди, пройди вот тут. Пройди вот тут. Очевидно, самую дорогую фигурку в магазине я брать не стал, но давайте расскажу, как я взял эту. В общем, моим первым порывом было, конечно же, пойти в отдел хентая, потому что даже если не брать в расчёт Сидни, зачастую хентая фигурки самые дорогие. Да, как мы успели узнать, это правда. Да, как мы уже установили, и сначала я увидел фигурку за 150 и подумал, довольно дорого. Потом мне попались за 200, я такой, ладно, это уже кое-что. Итак, 250, ладно, 300, ага. А затем я сходил в отдел по фейту. Где умирают мечты. Потому что, как иначе, туда, где рождаются мечты. Рождаются мечты и умирают деньги. Срань господня, там было просто дико много клёвых фигурок. Типа, некоторые они как бы, ну, как вы сейчас увидите, просто в какой момент фигурка перестаёт считаться фигуркой и становится статуей. Давай заноси, я вижу её периферийным зрением. Ладно. Это просто какой-то сраный. И так, о боже. Гарни, что за хуйня, куда мы её поставим? Неплохо, неплохо, это уже статуэтка, скорее всего. Ближе к статуе или бюсту размером. Ну, куда-нибудь сверху, нет, сверху нельзя, тяжёлая, надо пониже ставить. Вот здесь вот, на таком уровне, она влезет по размеру, по высоте. О, 550 баксов, неплохо. Короче, я как бы, примерно, меня вообще за ней видно на камере. Эй, мы здесь, привет! И в общем, я не жил меня в этой камере, вообще не видно будет. В общем, я нашёл несколько фигурок по фейту, не знаю, видно меня сейчас. Гарни, я не слышу, чё ты там говоришь за этим чёртовым гигантским монолитом. В общем, эта штука обошлась мне в 500 с чем-то долларов. 550. 550. И я такой, не может быть. Погодите, я... Убери её со стола или отдай уже. Ладно, ладно, вы можете открыть эту штуку? Кто-то должен... Просто кто-то должен помочь нам открыть вот этого красавца. Реально прям такая экшн-фигурка. Офигенно выглядит! Слушай, круто. Уши прям реально как... В общем, я нашёл эту фигурку и такой... Да, я нашёл самую дорогую фигурку в этом магазине, и я реально хочу её купить, ведь... Выглядит... Это вообще не фигурка! Она выглядит просто охуительно! Это... Это статуя? Она выглядит охуительно! И я такой, я хочу её! Я её хочу! И я заворачиваю за угол, и я вижу ту фигурку Амелии за 700 долларов. И я... Эмилия же, Эмилия из резервов. Такой... Да ну её нахуй! А я не могу купить фигурку за 550 баксов, и фигурку за 730 баксов за один раз. Я такой... Причина, по которой я потратил столько времени, состояла в том, что я просто держал эти две фигурки в руках, и пытался... Ему мог бы... 1250, да? Остается ещё три магазина. 2100 баксов, более чем хватает. Я бы взял изи. На таком челлендже-то... Ой, извиняюсь. По 500 баксов на каждый магазин. И вообще шикарно заходит, как плитой. Ну, один челлендж провалишь там на одну очко, если там самую дорогую фигурку, и кто-то скажет купить. Ответить тебе? Что мне делать? Мне заработать очко, или же прислушаться к своему сердцу? Всегда выбирай очко. И... И... Я посмотрел на фигурку Амелии, и я такой... Я не совершу ту же самую ошибку, что Субару. И я такой... Нахуй, Амелии! Я выберу фигурку, которая стоит прямо передо мной, и в итоге я взял фейт. И знаете что? Я ни о чём не жалею. Если честно, выглядит она просто прекрасно. Но ты бы так и так не заработал очко, если бы купил... Потому что я нашёл... Тебе надо было внимательнее исследовать отдел хентая. Ясно. Потому что я нашёл вот такую вот за 935 баксов. Чё? Чё? И глядь? Это Аначи Нэна из Санаба Вич. И, кстати, я играл в эту игру. Она что-то наподобие девочки-ведьмы. Ну, на 900 баксов она не выглядит. Да, но это фигурка по очень известной хентайгре. Да, и она стоит 935 долларов. На фото всё видно. В общем, да, я решил, что... Послушался сердце. Я прислушался к сердцу, и я считаю, что... Я уважаю это. Я просто... Парни, парни, если выйдет так, что она кажется слишком большой для нашей студии... Типа, что мы тогда будем с ней делать? Нет. Привет себе. Что, если она окажется слишком большой? Нет, 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 нет. Может, и за сортиром ещё было место? Нет, ну, просто она как бы... В сортире место ещё много. Да, там много места. Что, если она не влезет в студию? Ну, давайте тогда. Ну, по сути, бесполезно. Не знаю, чувствуете ли вы размер студии, но она большая. Можно будет поставить такое пьедестал за... Да, да, примерно сюда. Вы же, ребята, не фанаты Фейта. Вы просто не... Я как бы... Это ж целомашно. Вам не круто. Она довольно крышеслотная. Ну, правда, это уж прям махина. Ладно, Джоуи, пока они там собирают... Эту монументальную... Монументальную вещь. Что там у тебя? Покажи. В общем, мой второй челлендж был найти фигурку, которая сможет победить Гоку. Ага. И? Прошу вас взглянуть на это шире. Буду смотреть как можно уже. Иди ты. Что это, Джоуи? В общем, это одна из немногих фигурок в вашем банке, которая продаётся без коробки. Вот в таком виде. Ты просто купил Гоку. А вот и нет. Я купил... Это Супер Сэйн Гоку Блэк. Это чёрный Гоку. Это Супер Сэйн Гоку Блэк. Ведь по канону он убивает Гоку. Да, как и половина персонажей в Драгон Болл Зет. Ты видишь к тому, что половина персонажей в Драгон Болл Зет не могут убить Гоку? Нет. Технически он буквально сражался с Гоку и убил его. И это значит, что он может победить Гоку. То есть Гоку сражался с Гоку? Да, как бы... Добро пожаловать в Драгон Болл Супер, дружок. Я не смотрел Драгон Болл Супер, но я знаю, что там... Я ни один Драгон Болл не смотрел. Ну, конечно, интересненько. Что там? Какой-то параллельный из параллельной вселенной Гоку, я так понимаю. Что-то чёрный с розовыми волосами. Есть параллельные вселенные. Я могу сделать предположение, что он из какой-то одной из параллельных вселенных. Верно. Ну, типа, это персонаж. В общем, Супер Сейен Блэк Гоку отправился в другую вселенную. Понятно, что ты можешь победить сам себя. Нет, это Супер Сейен Блэк. Но это Гоку. Нет, это Супер Сейен Блэк Гоку. Не стреляйте, он не... Погодите, как там было? Не стреляйте! Он не чёрный! Точно, точно. Но он чёрный. Ну, не знаю. Там нужен персонаж, который побеждает Гоку. Это персонаж, который буквально убивает Гоку. То есть, по-твоему, это не побеждает Гоку? Ты бы назвал Маджуна Бу персонажем, который убивает Гоку. Да, ведь он буквально убивает Гоку. Да, но потом Гоку вернулся и победил Маджуна Бу. Тебе не приходит в голову, что Гоку, может, не такой уж и сильный? Джоуи, Джоуи, ты... Тише, тише, Джоуи, сейчас там бегут фанаты траганбола и будут у твоего дома кричать, готовиться к каме-хаме или как это? Разогреваться, это... Переходу в это режим Супер Саяна. Чего говоришь, такое говорите, взятый просто шлёпок там раз в шесть умирает. Не думаю, что парни, который умирает шесть раз в собственном шоу, можно считать охрененно сильным. Как он может умирать и возвращаться обратно, как он? Спроси, Трия, ну ладно, окей. Ну скажи, может ли он победить Гоку на текущий момент в последней серии Дрэгон Болл Супер? Потому что тогда, в ином случае, в ином случае, половина всех персонажей могут победить мелкого Гоку, когда он был ещё ребёнком. Так, то, что кто-то может победить его в какой-то момент его жизни не значит... Ну тогда нужно чё-чё прописывать правила челленджа, разве нет, а? Ладно, Коннор, что ты думаешь? Что ты об этом думаешь? Я буквально загуглил персонажей, что убивали Гоку, и он был первым в этом списке. И тут я нахожу его, он, чёрт возьми, даже выглядит именно так, как он выглядел тогда. Эта рука, эта самая рука отняла жизнь Гоку, да? Я думаю, это херня. Ну ладно, хуй с ним, забирай свою очко. Спасибо. Ладно. Спасибо. Не знаю, я... Честно. Я сегодня добрый. Ребят, если бы вы до этого доебались, я бы просто встал и ушёл. У тебя что, не было никаких других вариантов в голове? Каких-то других. Смотри. Там опций. Дело в том, что в Лошенбанге больше не было ни одного другого персонажа, который по канону убивает Гоку в Дрэгон Болл. Я не смог найти... Вот честно, я... Если... Там только персы из Дрэгон Болл Супер. Я думал, ты выберешь кого-нибудь из Джоджо. Ну, если бы ты выбрал, например... Кого? Ну, например, Голд Экспириенс Реквием или типа того, я бы сказал... Знаете что? Знаете, я согласен. Есть целая куча фанатов Дрэгон Болл, что будут не согласны с тобой в этом. Рокон Киши бы мог бы победить. Ну, как бы, слушайте, это всё ваше мнение. Вы думаете так, потому что Джоджо вам нравится больше, чем Дрэгон Болл. Ну, ладно, мы... Это не мнение, это реально... Да. Джоджо лучше Дрэгон Болла. Дил Визит. Ай, Задрэгон Болл. Ладно, фанаты Дрэгон Болл. Вот что вы думаете? Вы должны сказать своё слово. Мы пока что дадим ему очко, но пишите в комментариях. Если вы скажете нет, то тогда вы никакой не фанат Дрэгон Болл. Давайте сюда уже эту хуятинь. Заносите сюда фигурку Папфейд. Монолит, о, господи. Ох, боже мой. Не уверен, что здесь всё так, как надо. Выглядит потрясно. Одна из крутейших штук, которую я видел. Вонюш, дивизию. Ни о чём не жалею. Боже ж ты мой. Трудно признаться. Да. Ты посмотри, посмотри на это. Она выглядит прямо как награда. Чуваки, это... Знаете, что, чуваки, я скажу прямо? Нахуй Амелию. Нахуй Амелию. Нахуй хентайную фигурку. Нахуй хентай фигурку. В общем, каждый цент. Куда нам, блин, её девать? Даже не знаю, ребят, а куда? Куда же мы её денем-то? Она просто идеально станет в том месте, которое за сортиром у нас. Ну да. Ну, по-моему же, она не заслуживает того, чтобы стоять в толчке. Согласен. Она загораживает мне напоследок ещё раз на неё взглянуть. Она загораживает целую четверть кадра. Да, я нельзя затмевать меня. Ладно, это отличная фигурка, отлично. Просто прекрасная. Это уже как бы не фигурка, это целая, блин, статуя. И последняя фигурка из Лошимбанга. Какой у тебя был челлендж? Я расскажу, какой у меня был челлендж. Шестуюц. Ага. Купить фигурку не по аниме. Так. И, как ни странно, это было очень трудно. Я подумал, если я куплю что-то типа Овервотча, все будут такие, «Не, по Овервотчу есть анимация, это не считается». Да. Ну, и всегда есть какая-то такая херня, и вы непременно к ней придерётесь. Я нашёл фигурку по Терминатору, но оказалось, по Терминатору тоже что-то есть. Да, по нему есть, да. Есть? Да. Или будет, я хуй его знает. И так почти совсем. Вижу фигурку по Звёздным войнам, но по ним тоже есть. Нет, по Звёздным войнам тоже аниме есть. Буквально только что вышло. Они, глядь, будто специально мне подсирают. Они, глядь, будто специально, закройте глаза. Старвоз сведение, это как раз анимация по Звёздным войнам. У меня на пусть их. Реакция. Какая тут фигурка? Окей. Реально, лучшая фигурка, что я покупал. Фигурка не по аниме. Не по аниме? Нет, определённо нет. Ебалу в студию. Чего? Две сотни баксов! Бля! Фантастические твари? Да, фантастические твари. Я даже не знал про такие. Геллерд Грин-де-Вальд. Кто это? Это даже на имя не похоже. Это... Джонни Депп сыграл. Серьёзно? Джонни Депп? Да, это он. Это типа Джонни Депп? Ох, ты ж ёпану в рот. Двесотни баксов. Да, больше ничего не нашёл. И после того, как я её купил, я нашёл подходящую по критериям фигурку всего за один доллар. И какую? А я не запомнил. Слишком горела жопа. А я... Я просто забил. Что это? Какое же говно этот фильм? Я его ещё даже не смотрел. Я его тоже не видел даже. Что это за хуня? Что это вообще за... А, пиздец! О, я думаю, это... Почему он так воняет? Да, знаешь, что Конор может оставить это себе. Нет, 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 это... Ты должен... Конечно же у нас должен стоять Грин-де-Вальд. Как можно не хотеть себя Геральда Грин-де-Вальда? Геральд... Это... Почему его прическа как у Акуясу? Это... Геральд из Ривии. Почему он выглядит так, будто он, блядь... Такое ощущение, что он вот-вот превратится в Эдварда Руки-Ножницы. Скажите, а в чём вообще суть фантастических тварей? Это... Насколько я понимаю, это спин-офф Гарри Поттера, да? Да, но только... Только там не фигурирует Хогорд и персонажи оттуда. Нет, 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 не совсем. Это как бы то, что было в прошлом. Так что, короче, я это не смотрел. Я, в общем, более-менее зашел первый. Я хотел посмотреть второй. Тебе не нравится Гиллер Грин-де-Вальд, или как-то в его? Полное говно. Второй фильм говнина. Полная хуета. И я расстроился, ведь первый мне зашел. Да, ну не знаю. Второй довольно неплохой фильм. Довольно запутанный, странноватый, скажем прямо, но... Второй фильм хороший. Что, у меня третий, правда, ещё не смотрел. Ну, там Матс Миккельсон. Кстати, третий фильм будет делать реакцию на Бусти. Он как раз вышел в цифре. И у меня горит. Абутер есть только во втором? Он появился в первой части, но как бы всего на... А какой там сюжет-то? Это же одинаковый Гарн. Все слишком сложно. Разве? Я просто не в курсе, как он соотносится с Гарри Поттером. Это главный злодей. Просто та же вселенная. Да что, и всё? Да. И я тоже писал о Джей Кей. Окей, окей, окей. Я видел... О, у него колени гнутся, вау. О, он же может ходить. И стоять на коленях. Знаешь, Коннор, это хотя бы не фанко-поп. Да, верно. Ты не теряешь очко. Сотни баксов. На это. На это. Ты потратил 200 долларов на фигурку Боберсония. Мы можем... Кто это покупает? Наверное, Джонни Депп. Спас их от разорения, блин. Ёбно в рот, я в печаль. Мне вот интересно, кому нужны фигурки по фантастическим тварям? Убери, на Гарри Поттера найдутся свои атаку. Да, определенно. Уберите это. Да. Не надо так говорить, а? В общем, я выполнил челлендж, это герой фильма. Да. В общем, это всё, что я купил в Лошенбанге. Да, я тоже. Сколько ты купил? У тебя три, да? У меня три. У меня тоже три. Я в Лошенбанге потратил 578 долларов. Очень низко. Я потратил... Пять сотен. Да нет, 589 долларов. Я потратил 570... Смотри, сюда. Сюда, смотри. Не-не, вот сюда, вот сюда. Смотри. На зрителей. Немногочисленных моих. Ну ладно. Чё пришёл-то? Ой, боже мой. Смотрит на меня. Афиночка, девочка. Зёванька, зёванька. Зёванька, афиночка, девочка. Тебось. Мягонькая. Это два доллара. Вау, это реально близко. Охренеть. А, нет, это Эй Стап. А, неважно. Ну да. А, извините. Похоже, что я немножко проспойлерил. Я потратил 670... 74 доллара. Ладно, наш следующий магазин Эй Стап. В этом магазине мы уже были в прошлом году, и зрителям он очень понравился. Потому что выглядел он и правда эффектно. Да. А в нём очень интересный ассортимент, куча разных фигурок. Но там прям реально нужно искать. Да. Так, что? Надеюсь, вы оставили там много денег и купили много фигурок. Я-то точно да. Да, вроде бы я... Если говорить о количестве, я... Я купил больше всего либо в Эй Стапе, либо в Ами Ами. А я вот, кстати, купил немного в Эй Стапе, да. Какие у тебя были челленджи? Так, в общем, челленджи у меня были такие... У меня были такие. Первый – купить женскую фигурку, и второй – купить эротическую фигурку. И круто же, сразу два челленджа одной фигуркой. И я, наверное... Ладно. Начну со своих. Начну со своей фигурки, вроде бы это она. А, в общем, это, наверное, первый раз, когда я пытался думать тактически, когда выбирал фигурку. И я, опять же, в Лошенбанге. В тот раз мы купили Риас в прошлом году, и было непросто. Да, в этот раз фигурка по фейту, и знаете, тут дело даже не в игре, я просто прислушался к своему сердцу. Так что, в общем, это была эротическая фигурка, вот такая. И, в общем, Мудан, готовься её замазывать, потому что я не уверен... Не знаю, насколько она горячая, вроде бы это не хентай, не настолько. Но она определённо горячая. О, и это та девчонка из... Не могу вспомнить. Боже, Гарн, ты думал это... А, это же из Хигихиро. Да? Не-не, это... Скучная девушка. Как же её там? А, Саикано? Саикано, да, точно. Да, девчонка из Саикано. Ну что, показать мне её в камеру? Потому что вот и причина... Причина, почему она эротичная, потому что тут прям труселя. И... Несмотря с какого ракурса. Ага. И, как вы можете видеть, она натягивает на себя носки. Ага. И, в общем, причина, почему я купил эту фигурку, это женская фигурка. Плюс ко всему, это эротическая фигурка. И, к тому же, её цена близка к 420. Пока не буду говорить, за сколько я её взял. Потому что я знаю, что вы тоже покупали, но... Да. Да, мы покажем всё это в конце. Но, скажем так, это близко к 420. Ууу, ладушки. И вот примерно... Столько бабок за это? Да. Чёрт. Она что, из красного дерева или как? Что это вообще за херня? Фигурки по Саикано дорогие. Фигурки по Саикано дорогие. Не уверен, почему, просто... Я удивился, что эта фигурка стоит настолько дорого. Просто... Ну, 410. Не 420 баксов, а 42 баксов, скорее всего. По какой-то причине они тут дико популярны. И не знаю, почему. Да, просто я решил... Я решил купить её, потому что... Мне попалось не так уж много фигурок, близких к 420 долларам по цене. Да, верно. И я увидел эту фигурку и подумал... По цене вроде подходит. Так что возьму-ка её и пусть будет, что будет. Джоуи, что было у тебя? В общем, у меня челленджи были такие. Во-первых, купить что-то по кулаку Северной Звезды. И это просто прекрасно, потому что это одна из моих любимых манг. Тебе дико повезло, что тебе это выпало в Вейстапе. Да. Потому что иначе... В другом магазине была бы жопа. Ты бы нашёл что-то в Вейстапе и, может быть, в Мандараке? Может быть. Но в Лошенбанг и... В Лошенбанг и Амми Амми ни за что. Да, Амми Амми ни за что. Ни за что. Мы решили включить этот челлендж, потому что знали, что его можно выполнить только в правильных условиях. Именно. Потому что это старый тайтл, и очень редко можно найти вообще что-то по кулаку Северной Звезды. Сегодня тяжеловато что-нибудь найти. Да, да, именно. Я нашёл Йорша! Что, серьёзно? Да, дружа. Ах, ты ж ёб твоё. К этому я получил два в одном. Сразу два в одном. Два в одном? Да, два в одном. Помимо того, что теперь у меня есть Кеншера, у меня теперь есть и вот этот парень. Прям-таки комбо. Глянь-ка на него. Боже, а сколько стоит? Это? Да. Я заплатил, если я правильно помню, они были не такие уж и дорогие на деле. Я дал где-то 148 долларов. За обе? За обе. Очень неплохо, не дурно? Да, совсем неплохо. Мне кажется, не-не-не, это самое дешёвое. Вроде бы это стоило 25 баксов. Прикольно. Да. Да уж, ну, они не продавались в одной коробке, но это всё равно два в одном, так что, ну, как бы их можно поставить вот так вот вместе, и будет круто. Охуенно. О, да, парни. Эти парни снова в городе, о, да. Так, ну, давайте теперь... Да-да, давай. Я купил вот такую клёвую фигурку Джотаро. О, круто. О, ну ладно. Типа из овы 90-х годов. О, да! Я такого ещё не видел. На самом деле, я обожаю его весюльки. Да, я ещё не видел фигуры. Как из 90-х, такая винтажная. Я взял её, потому что хотел ещё фигуру по Джоджу. В прошлый раз мне было мало. Я увидел её и подумал, это ж прям пиздатая фигурка. Отлично. Наверное, это специально сделанная. Да, сделанная под 90-е. Потому что в новой Джоджу у него вот этой вот штуки типа шарфа. Там нет такого. Нет, нет. Я так рад, что не стал покупать фигурки по Джоджу. Я бы просрал целую кучу очков. Хорошо, что ты не стал покупать фигурку. Кстати, почему он так похож на Люпена? Ну, немножко. О, Люпен. Этот. Замок Люпен. Как это Люпен? Серия фильмов или что там? Или это тоже сериалы, серии, аниме. Люпен, третий. Блин, я слышал не раз. Хочу посмотреть когда-нибудь тоже на пусте. Уже много, да. Короче, фигурка шикарная. И, кстати, стоит она, если я правильно помню. Отстойно, что по чекам из Айстопа непонятно, что, сколько вообще… Да. Надо запоминать. Я ещё не разберусь. Нужно помнить. Но она недорогая, типа, тысячи две иены, или там четыре, не больше. Ладно. Недорого. А что у тебя, Гарнт? Я попытался закрыть как можно больше челленджей, и потом я решил просто… А, ну и вторым моим челленджем было купить фигурку и всё, но на это понятно, я тоже закрыл. Легко. И, в общем, как и любой нормальный парень, я просто решил прикупить себе вайфу, и… В общем, что ж моё уважение. Взял себе ехидну из второго сезона, резированной форме, да, в школьной форме, что, кстати… Почему её? А что? Почему? Она в школьной форме, я думал, возьмёт в чёрном этом, в её платье в чёрном, и когда она издевает руки, благослови, это восхваляя солнце. Вот эту, ну ладно. Она милая. Неверно. Чёрт, она слишком милая. Нехорошо. И, конечно, я взял себе тизуру, вообще фигурок её я видел довольно-таки… Я фигурок я нашёл немного, и… А это же хуйня, разве это… Брат, это не фанка, Поп? Брат, это ж ублюдство, чё за хуйня? Я просто хотел взять фигурку из девушки на прокат, потому что они встречаются довольно редко, и их довольно мало, её фигурок я видел довольно мало, и… Не знаю, может, тираж был маленький, это стоило довольно недорого, где-то около 10 баксов. Да, это видно. Да. И как бы дело в том, что я просто хотел, чтобы в рядах девчонок на полках за нашими спинами, наконец-то было пополнение, чтобы их стало побольше. Вот, по сути, всё. Так, я прикупил ещё две фигурки, и они не для челленджа. Первая – это… Митсухэй, своё имя. О, окей. Чёрт, её я про… По оригинальному аниме, если выиграть себе. Очки. Поглядел. И так как один из челленджей – это купить фигурку из оригинального аниме фильма, я получаю это очко. Самая дорогая, 258 баксов. Погоди, а там разве надо не больше всех таких купить, разве нет? Нет, только одну. Вроде. Вроде был такой челлендж. Я вообще не помню. Давай проверим, вроде там больше всего надо. Может, там есть и то, и то, и другое. Да, так, нужно купить… Да. Там вроде два челленджа. Ну да, больше всего фигурок из оригинального фильма. О боже, что они с тобой сделали? О боже. Ну я подумал, что фигурки по оригинальным аниме-фильмам найти трудно. Их как бы не так уж и много вообще в целом. То, что она стоит 253 доллара, говорит именно об этом. Почему так дорого? Ну, лично я до этого вообще ни разу такую не видел. Я даже не знал, что по ней вообще есть фигурки. И, кстати, раз речь зашла об оригинальных фильмах, я сразу достану одну из своих собственных фигурок. Фигурка по Промару. О, круто. Всего одна? Да, только одна. Это я купил по довольно неплохой цене. За неё я отдал… Мне она показалась дорогой. Я не видел две. Одна довольно дорогая, а другая… У меня, кстати говоря, есть обе эти фигурки из Промара, и они довольно классные. Да. Сколько это стоит? Она стоит 59 долларов. Это нормально. Да. И фигурки по оригинальным фильмам довольно трудно найти, и обычно они довольно дорогие. Вот. А что у тебя, Коннор? Я взял ещё одну фигурку по Джоджо, потому что она пиздатка. Вот это ты их вообще успел приобрести. Это, кстати, клёвое. Я её видел и даже хотел купить. Ну, вот я потерял очко. И ты тоже. А ты взял Дьюи или Джонатана? Нет. А, нет, это Джонатан, да? Да. А, ой, а, слава богу. Окей, я подумал, что это Джозеф. Думал, это Джозеф? Да, секундочку, мне показалось так, да. Прости. Ну, просто… Погоди, аж отлигу. Он тут и так собирает всех Джоджо за… Да, наверняка у него и Джозеф там промелькнёт, и так далее. А, жопа. Смотрите, тут… тут у нас Джонатан и Дио. Не знаю, я такой фигурки до этого нигде вообще не видел. Это реально прикольно. Это прикольно, да. Я такой не встречал. Мне нравится эта поверхность, как она играет на свету. По мне выглядит очень круто. Да, согласен, выглядит шикарно. Но здесь клёво буквально всё. Стоит она 150 батцев. Опять же, эту фигурку я вижу впервые. Мне нравится, и мне нравится Джоджо, и вы это знаете. Да, в общем, я пополняю коллекцию. Просто красавица. Сказали бы в крупном плане немножко. Эх. Кстати, реакция на Джоджо у меня на пусть их. Я знаю, как всех. Красавица. Просто красавица. На Грояда я открывать не буду. У меня тут чуть более хлипкий. Миленько. Но, где мы прекрасно понимаем, что вот здесь должен быть именно таки. Да, да, точно. Их бы поставить тут рядом, да? Если бы она потратит на это 500 долларов. 500 долларов за обои. Ну, нахуй. Она не выглядит на 250 баксов. Скажу прямо. Дальше следующая фигурка. С ней я пытался выполнить челлендж на 69 долларов. Так. Потому что был у нас такой челлендж. Да. И это одна из моих любимых игр. Ебать! Это Аками. У-у-у-у, клево. Это классно. Люблю Аками. Милота. У меня еще столько идет. Я сколько ты в итоге заселал? Я скажу тебе, в конце, когда мы будем... Потому что они должны стоить примерно одинаково для любого, кто попробует их купить. А, ну, может быть, может быть. Окей, в общем, у меня есть еще одна. У меня еще одна фигурка, которая... У меня опять. У тебя пять, тогда давайте... Ну, вот это и для последнего челленджа осталось. Да, да, да. Так, я взял Себастьяна Михаэлеса. Ну, конечно, как иначе. Потому что он был близок к 69 долларам. А, понятно, понятно. Видимо, будем сравнивать это в конце. Да, наливает чай и... У меня тут еще есть... Это еще что? А, это же Дивого. Боже. Он реально решил пройтись по всем сезонам. Он, наверное, должен потерять очки за то, что покупает одну чужую франшизу, да? Не, не, не. О, асфальтоукладчик! А-а-а! Мимо такого проходить просто нельзя. На полке выглядело шикарно. Так, как его тут... Да, вроде бы, да, верно. Так, а куда руки-то, типа... Может, сзади надо? А, нет, нет, верно. Так вот... Вообще выглядит круто, мне нравится. Мило, асфальтоукладчик будет стоять на полке. Мне кажется, что это... Это так мило, как круто. Ощущение, будто Конор у нас на глазах собирает свой домашний сэр. Да, верно. Да не, я очень хотел бы поставить их дома. Если не хотите, имейте их тут видеть, я с удовольствием заберу себе. Скажите, это же дико круто. Да, просто адово круто. Отшел, да, да. Ой, упал. Падай. Пожалуйста. Может, он хочет за руль, хочет за руль. Короче, еще у меня... Сколько у тебя гарнт осталось? Еще одна. Тогда дальше? Продолжай. И еще один дио. О, боже мой! Это... Ты же понимаешь, что за повторы должны сниматься очки, да? Помню, только не очки, а очко. Стой, получается, у него три дио. У него три дио? У него три дио. Это тот же персонаж, так что это все равно один повтор, не так ли? Это тоже так работает? Оно так работает? Надо, чтобы считались только четные числа. Да, два, четыре, шесть, ну и так далее. Короче, это... Если бы он взял еще одного дио... Да, да. Если бы ты взял еще одного дио, то потерял бы дворечка. Слушай, я... как бы... я... я... я вижу крутые фигурки, и я их покупаю. Я покупаю клевые вещи. Взять, например, вот этого красавца... Ага. Коннор видит что-то по Джоджо. Крутая фигурка. Крутая фигурка. Бро, ну круто же, блин, дио. Бро, ну круто же, блин, по-любому. Это будто бы из Овы 90-х. Да, 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 именно так. Многие из них похожи на 90-е. У него лицо прямо из 90-х. Просто я помню эту сцену из Овы 90-х. Да, поэтому я и взял. Да, да, да. Не так уж и часто можно встретить... ...такие вот ретро-фигурки. И еще мне кажется, что качество сборки тут повыше. Шикарно. Это потому что это... Джоджо не был мейнстримом в то время, когда выходили эти Овы. Ох, ты свелк. Это Ов! Она такая большая. Не смог сдержаться. Гляньте. Большие парни укладывают друг друга. Ох, бля, это просто... Черт, да он реально здоровый. Охренеть. Просто к сведению зрителей, все вот эти вот ножи, это не наши ножи. Это все ножи Эшли. Он настоящий ценитель ножей. И я не знаю, зачем ему нужно столько. Не наши, ты кунай, блин. Опасный челик. Эшли. Так вот, Дио. Крутик. В нем просто... Это реально классный. Очень внушительный. Вот так, вроде бы, долговая фигурка. Да. Куда тут? Вы еще не буду. Ненавижу эти штуки. Да, я знаю. На чем мне с ней делать-то, просто что? Давай прикреплю. Не знаю, да. Это его стенд. Это же Джоджо референс. Гарн, доставай свою последнюю, а потом тогда уже я. Ладно, ладно. Господа. Как Джоуи уже отметил, вы в курсе, кто такой Гоку Блэк? Неужели ты ее купил? Ну что ж, позвольте представить вам? Да ты гонишь. Не мог ты купить ту же фигурку. Да ты пиздик. На, боже мой. Позвольте вам представить черный Гоку. Я надеялся, что кто-нибудь из вас его купит. Сколько стоит? Пират. Это важно. Скажи, сколько стоит? Он стоил... Сколько он там стоил? Господи. Он 60 баксов. Что он знает? 60 баксов. Гребаная обдираловка. Кто и по какой причине? Это сделал. Наверное, кто-то облажался на заводе и просто тупо забыл ее покрасить. Кто пытается продать недоделанные фигурки? Кто-то на заводе такой просто... Так, модель полностью готова, идеально. Осталось новести краску, а ему говорят... Детализация уже завтра? Детализация и все такое. Здесь все круто. Ну, он как будто сгорел на солнце. Что с ним случилось? Ты говоришь, сгорел на солнце? Ну, если ты имеешь... Как будто он попал в кучу угля скорее. Там повалялся. С виду, что он слетал на поверхность солнца и сгорел, тогда да, это оно. Он реально обугленный. Ну, выглядит довольно круто. Будем честны. Это типа как боец из Dragon Ball FighterZ, которого ты еще не разблокировал. Чего? Это таки секретный боец, да? Это секретный боец, которого ты еще не открыл. Классный босс. Как... Темный Линк, да? Да. В общем, я увидел его и такой, я должен купить его чисто, чтобы смотреть на него и спрашивать, блядь, как так вышло-то? Ну, если честно, это реально круто. Это, конечно, круто, но... Просто... Погоди, а я теряю очко, у нас же у обоих Гоку, да? Видимо, да. Определенно, да. Большое спасибо. Я думаю, что да. Так старался всех убедить. Так сильно пыжился. И в итоге просрал очко. В общем, второй челлендж вейст-топе у меня был такой, купить фигурку по аниме, которое я недавно посмотрел. Погоди, погоди, но у тебя же Гоку Блэк, верно? Не-не-не-не-не-не, это разные персонажи. Параллельные вселенные. Параллельные вселенные. Нихера! Это тот же персонаж. Отбились, отбились, милосит. Это параллельный вселенный, это другой персонаж. Это другой человек. Это не то же самое. Разные персонажи. Это тот самый Гоку, которого убивает Гоку Блэк. Не-не-не, это тот же самый персонаж, они оба теряют очко. Вот что происходит, если биться с Гоку Блэк. Мы все теряем очко. Теперь он сам чёрный Гоку. Мы все теряем очко. Да, мы все теряем очко. Я считаю так, что по канону, по канону Гоку Блэк и чёрный Гоку, это разные персонажи. Нет, это Гоку, его зовут Гоку. Это Гоку, все теряем по очко. Да, проверь это. Потому что это обычный Гоку, просто покаженный в чёрный цвет. Да, если бы это был Рискин, если бы это был Гоку в состоянии Суперсояна, там... Не-не-не, если спросить зрителя, они скажут, что Гоку и Гоку Блэк... Не-не-не, Драгон Болл Зетт, какой-то веки, богаты Драгон Болла... Мы все теряем очко. Вы знаете, что я прав, ребята. Вы знаете, что я прав. Мы все теряем очко. Эшли, что ты думаешь? Что? Все теряем очко. Не, не. Наверное? Нет. Спасибо. Что значит «наверное»? Никаких «наверное». Потому что это один персонаж. Это не один и тот же персонаж. Как его зовут? Гоку Блэк. Гоку. Нет, это чёрный Гоку. Нет, нет. А у меня тут Суперсоян Гоку Блэк. Нет, нет, это Гоку. Нет, у него другое, блядь, имя. У него другое имя. Нет, нет, нет. Покажи, 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 покажи. О, Замоса, Замоса. Да. Нет, Никак. Это другой персонаж. Это другой персонаж. Это буквально другой персонаж. Спасибо. Подтверждено. Нет. Спасибо, что это правильно. Ты такая тупая. Сейчас спроси в Твиттере. Создаю опрос в Твиттере. Тебе скажу, что это один персонаж. Да по-любому. Да ты прекрасно знаешь, что зрители... конор не хочет проиграть очков это пацаны сохранили свое они не скажу знаешь я вообще-то если бы мы спросили фанатов dragon ball то они согласились на один персонаж в общем мой второй челлендж был такое купить фигурку по аниме которое я недавно смотрел не по какому ну не 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 считается за недавно три месяца ты говорил три месяца да 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 то есть это должно быть аниме либо этого сезона либо прошлого все правильно так три месяца мы к нему гигана watch not нами в общем видите ли вы забыли что в этом сезоне было одно очень популярное аниме я это аниме как ни странно смотрел но смотрел его не в этом сезоне а раньше но если вы зайдете на мал и откроете там аниме этого сезона можете даже не сомневаться истребитель демонов а будет фигурировать что ты смотрел его в прошлые месяца что ты смотрел отрывал нифига реально реально пиздишь ты его пересматривал потому что мне понравилось нет нихуя ты его не пересматривал это пиздеж ну простите вы сказали так откроем а такая энергетика между пацанами каждый подкаст ну да в принципе подкаст ты шоу вкус интересно смотреть благодаря этой энергетике первую очередь и если это было в этом или прошлом сезоне то это считает смотрел это последние три месяца в эти три месяца смотрел в эти три месяца не смотрел поэтому я и взял ее и она была в этом сезоне и вы говорили так это аниме я говорю про три месяца в этом сезоне вы сказали три месяца оно выходило в последние три месяца ты должен был смотреть его в течение трех месяцев я смотрел его раньше но оно выходило в этом сезоне очко оно выходило в эти три месяца пошел-ка ты нахрен проебал свою очко мы решили включить этот челлендж именно по этой самой причине мы знали что если он тебя выпадет то тебе пиздец и он реально тебе выпал если уж я выполнил челлендж на самую дорогую фигурку джоу и то ты точно будешь проигрыш и ты конечно прости но ты как бы учили что самую дорогую фигурку было сказано аниме которое выходило последние три месяца и оно выходило последние три месяца не а там сказано что ты должен был посмотреть это аниме в недавнее время скажи а как именно звучат условия челленджа фигурка из аниме которые ты недавно смотрел недавно смотрел я это вообще приплел май аниме лист мне уже считай глаза не нужны потому что за эти три месяца я ничего не смотрел вообще и вы это знали очевидно мы специально сделали такие правила ну ну это мы не виноваты что я знаю какое аниме ты смотрел созданы в бездне ты пересматривал полнометражку тяжело пересматривал так ведь но оно вышло раньше не не там не сказано что оно должно было выйти сейчас там есть слова недавно так три месяца анур вышло раньше он Boricサ а ты смотрел а аклатно погодите а какие критерии тогда были вы Breakout в Pixel wieder Play 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 전�つも деморовать Que Todes gray Pues да 8-8ers 10 лет но вы добавили туда лишнее правило что это аниме должно было выйти в течение последних трех блин месяцев daljiда какой-то ты должен был посмотреть его в эти три месяца на днях elders доклад Gillара выйти в последние три месяца. Вот если покажешь нам, Никита, получишь очко. Ладно, ладно, если у тебя есть доказательства на видео. Я вставлю его прямо сейчас в этот выпуск, люди посмотрят. Ну что-то я никакого видео не вижу, так что по ходу дела нам придётся подождать, когда... Ладно, давай. ...походило в последние три месяца. Ладно, Эшли, Эшли, сколько у нас там спорных очков, вся эта херня с Джоуи, и что там у нас ещё было с Гопу? Думаю, спорными будут почти все, Баллы. Ладно, я думаю, нам, возможно, стоит просто подождать. Не подумали о правилах, да. Возможно, нам стоит подождать и позволить зрителям решить, кому и за что следует давать очки, а потом уже огласим результат. Ну, ты же знаешь наших зрителей. Они сделают всё, чтобы нам поднасрать. Ну, тут, тут же... Да, они, скорее всего, вообще ни одного очка нам не дадут тогда. Так, дорогие зрители, мы создадим опрос на Реддите, и мы с вами... Мы спросим, мы у вас спросим. Это буквально самая худшая твоя идея. Ладно. Это последнее место для поисков правды. Моя последняя фигура Сатору Годжа. Я видел... Я таких где-то миллион видел. Я таких видел штук семнадцать, наверное. Да, да, да. Дай-ка... Можешь её даже не доставать, мы всё и так видели уже. Да, не доставать? Не-не, я уже насмотрелся, дружи. Окей, это Годжа. Это Годжа. Это Годжа. Как не доставать нож? Кстати, а сколько вы оставили денег в Эйстопе? Я потратил... Потому что вы, наверное, не поверите, но это чистая случайность. В общем, вот так уж вышло, что я потратил ровно пятьсот долларов. Правда? Да. Смотри. Я потратил пятьсот долларов. Как так вышло? Пятьсот семьдесят два доллара. Лады. А ты сколько потратил? Переставлю-ка я его. Вот, всё. Погоди, у него нет стойки? Да. Его нужно типа на край стола. А-а-а-а. Поставлю-ка я его вот сюда. Там на коробке написано, что это типа для лапши, да. Это ещё что-то значит, что на крышечку бич-пакета. А, когда налил его водой. Ясно. Так вот, всего я потратил... Такой держатель для лапши, для бич-пакета. Для крышечки, точнее. Когда заварил, и надо, чтобы оно там запарилось как следует. Шестьсот двадцать долларов. А чёрт. Погоди, прежде чем мы закончим с Эйстопом, расскажи зрителям о своём опыте с этим магазином. Оу! Я собрал, у меня ещё фигурка. А, да ладно. Самая клёвая и самая дорогая. А, хорошо. А мне сейчас рассказывать или... Не-не-не, давай, покажи фигурку. Да, покажи фигурку. Закройте глаза. Ладно. Сначала хочу распечатать её. Да ебись ты, колотись. Я же знаю, что это. Да, это крутейшая фигурка на Земле. Да, и мы все видели её ещё в прошлом году. В прошлом году? Из того аниме, что я никак не посмотрю, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бля, ёпта. Возможно, это... Нет! Не говори! Я вообще без понятия о чём. Я знаю, что... Серьёзно? Ты так и будешь? Я видел, как он её выбирал. Так что... Да, я... Да, увы, я это видел. Не безапойлерили, Джоуи. Да, я открою глаза, потому что я и так знаю, что там будет. Ладно, открывайте. Так, а я пока он не закончит, вообще не буду открывать глаза. Ёлки-палки. Это одна из самых тупых и одновременно кривых фигурок, что я видел. Это отличная. Одна из эпичнейших фигурок в мире. Я заебался её открывать, простите. Слушай, а ты не... не особо спешишь, Коннор? Да, аж яйца вспотели. Лады. Ладно, открывать. Карт, насчёт три, два, один. Упоротая фигурка. Чё за нах... это офигительно! Такой можно увидеть. Ты её отрыве не видел? Я её не видел. Она там и год назад стояла. Я отдал за неё три сотни долларов. Стоило того. Вот сейчас да? Это ж просто охренительно. Погоди, погоди, а в какой коробке она продавалась? Как это выглядит? Там реально как бы... Ладно. Такая вот тут коробка. Я просто обожаю эту сцену из Хантер-Хантера. И как бы, знаешь, что у меня есть лишние деньги, я просто не мог дать ей мимо. Я бы купил её ещё год назад, если бы не ограничение бюджета. Да. Это ж охуительно. Да, хотел бы я... И даже фехтовать можно. Хуяк, сэр! Вообще, я бы хотел купить в Эйстопе больше. Я видел там много клёвых фигурок, просто они... Я просто не был уверен, сколько мне нужно будет денег, чтобы закупиться в других магазах. Но по итогу, я действительно жалею, что не купил... Были фигурки из Пиратов Чёрной Лагуны и Ганса. Ганса. Да, были клёвые фигурки из Ганса, я бы их купил. Да, по Гансу хороши. Да, есть такое. Да, но в общем, Эйстоп – это клёвый магазин. И Лошенбанк, там было много ништяков. Они же в одном здании. Да, именно так что... Эй, эй! Осторожно, она стоит 60 баксов. Она... такая твёрдая. Такая твёрдая. Погоди, это самая дорогая фигурка? А, не, вот эта самая дорогая. Это стоило 300. Да, это... Лежек 420. Это дорогой и легко ломающийся кусок пластика, но... Погоди, у нас стоит столько бабок, чисто из-за своей редкости. Да. Ведь они когда... Я её ни разу не видел. Я тоже не видел. Я такого не видел. Даже не знаю, где ещё продаются твои штуки. Ну как, наверное, что их можно было... Наверное, это чисто для коллекционеров. Это... это дико крутая штука. Это так... Не, ну скажите, разве не клёвно? Это мне нравится. Не, прям отлично. Ой-ой-ой. Не ломай. Да, как бы понятно, что тут центр тяжести явно не... Да, да, есть такое правда. Да, верх тут явно тяжелее. Да. Когда ты видишь эту штуку, понимаешь, как тупо это выглядело бы в реальной жизни, когда он вошёл бы в режим супер-заяна. Несомненно. Ну, в общем, да, как-то так. С аистапом у меня всё. Ты реально много прикупил, да. Да, ну, в основном... Ну, это всё. О, да. В основном фигурки по Джорджо. Да, в основном три Дио и Гон. Да. Четыре фигурки Джорджо. Тёмный дворецкий. Тёмный дворецкий. И Гон. Очень клёво. Но победят ли они чёрного Гоку? Все они победят чёрного Гоку. Это всё равно моя любимая. Это... Твоя любимая, когда у нас есть это? Да как ты смеешь? Как ты смеешь, Джоуи? Это я видел ещё год назад, а здесь мне не верится, что она настоящая. И прям без всякой иронии вы где-то пичта. Реально. Это... Можешь повторить? Надо показать это мем. Ну, не можем его показать. В общем, мы недавно наткнулись на мем, в нём просто... Да чё твой мем не так? В общем, стоит Гол в состоянии ультраинстинкта, и он... Надпись «Можешь это повторить?» и картинка обрезана на середине пениса. Это... И вид до крающих пениса. Картинки, боже, это самое смешное, что я когда-либо видел. Ладно. Поехали дальше, мне нужно в туалет. Перед тем, как перейти к Ами Ами... Джоуи, что там была за тема с чуваком, который скупал фигурки Кирито? Ты вроде рассказывал... Да-да-да, в общем, когда я стоял в очереди в Эйстопе, передо мной стоял один парень, и в видео это есть. Передо мной стоял мужик в деловом костюме, такой типичный японский сэрериман. И я услышал, и как бы поначалу я даже поверить в это не мог. Я услышал слова Кирито и 600 тысяч йен. И я такой... Тот в баксах? Нихуясь. Это 6 тысяч долларов. 6 тысяч. А, 6 тысяч. Я такой... Смотрите. Вы серьезно? Ты видел, что он купил? Я навострил уши. Вроде бы он купил их все оптом. В Эйстопе их реально было очень много. Ну и вот как бы я потом узнал, но типа после того, как он уже ушел, я подошел к парню за кассу и спросил. Вот, а вот этот мужик передо мной, который был. Он что покупал, если это не секрета? Сказали, а он купил фигуру Кирито на 6 тысяч. Чем не существует Киритофаги? Нет, может какой-то кафе открывает, тематическое для SWORD ART, по SWORD ART онлайн. Там надо Кирито разместить. Боже мой, они и правда существуют. В мире есть Виабу такого уровня. То есть он реально пришел в магазин и сказал, «Выкуплю все, что у вас есть». Я куплю все фигурки Кирито. Каково, что у вас есть. Кто станет покупать фигурки Кирито на 6 тысяч? Этот парень, мне кажется, ему было где-то лет 35, наверное. И... Не знаю, он, наверное, купил 13 или 14 фигурок Кирито. Боже. Так много, что он даже смотреть их не стал. Он просто дал им бумажку и такой, «Вышите мне их по адресу». О, Боже! Дал им бабки и ушел. Может, это типа инвестиция? Не знаю, может быть, он реселлер, фигура Кирито. Как бы... Это единственное разумное объяснение. Просто дичь какая-то. Может, он просто фанат? Видимо, да. Ладно, парни, какие челленджи были у вас в Ами Ами? Ну, в Ами Ами у нас было по 3 челленджа. Да. Потому что, да. Чтобы добавить остроты. В магазине остроты. Сейчас 23. Блин. Сейчас 14. Долговатенькое видео, да. Тяжелый реакт. Не привык к таким продолжительным на 2,5 часа. Но мы не сдаемся. Never give up. Говорил Джон Сина. Ставить больше денег. В общем, так и случилось. Подозреваю, это будет самая длинная часть подкаста, потому что фигурок мы купили много. Но у меня вышло довольно разнообразно. Мне нужно было купить одного американца, купить настенный свиток и купить что-то, связанное с инцестом и заорать «Я люблю инцест» и «В руках». И касательно этой темы с инцестом, мне нужно будет закончить челлендж прямо здесь. Потому что у меня буквально не было времени, чтобы взять фигурку и заорать, когда я... Когда мы всё это снимали. Ой, как удобненько-то. Когда я уже взял её в руку, работники магазина просто выхватили её. Они такие, вот эту, окей. И я такой, а я... Это минус балл. Это минус балл. Ай-яй-яй, Джоуи, Джоуи, проебался. Это не считается. Я даже не успел сказать, что люблю инцест, так как он посмел. Погоди, я не успел сказать, что я люблю инцест. Ну что ж, такова жизнь. Может, это не твоя вина, но ты должен был это сделать. Я согласен поучить за это и поочка, ведь я... Полочка – это уже щедро, Джоуи. Я бы хотел поучить эти поочка, потому что я правда купил, я выполнил половину этого челленджа. Ведь я действительно купил инцест-фигурку, но у меня просто не было времени на то, чтобы сказать эту фразу. Значит, мы пойдем тебе навстречу, а ты потом сделаешь так же. Я всегда шел навстречу. О чем это ты говоришь? Ладно, я согласен. Ладно, хрен с вами, полочка твои. Я согласен, потому что... Что там за фигурки? Фигурка, Лады, если он выкрикнет на это, выкрикнет на... на подкасте, тогда считается... Что за нахуй? Господа, узрите, Эра Манго-сенсей, специально для Гарнта. Все аплодируют. Молодец, Джоуи, молодец. Я горжусь, горжусь тобой. А нас не посадят? Это единственное, потому что я прям реально молился, прошу, пусть там будет фигурка о Реймо. Это был первый и единственный раз в жизни, когда я молился на то, чтобы найти фигурку по Реймо. Но я не нашел ее. И я такой стоял и думал, блин, где еще был инцест? Где еще был инцест? И тут я решил спросить совета у эксперта по инцестру. Я побежал к Гарнту, и я такой, братан, я почешу тебе спину, а ты почешешь мне. Где еще был инцест? Да, и в общем, я наговорил ему какой-то херни, которую я придумывал прямо на ходу. Да. Несмотря на тот факт, что я видел где-то десяток фигурок по Эроманге Сэнсэю до этого. Почему это так много? Я не знаю. Я не знаю. Видимо, она довольно популярна. Все нормально. Ну ладно. Ладно, похоже, мы сменяем напиток. Да. Ну, в общем, да, такие дела. Я приобрел себе фигурку Сагири. Эм, и на самом деле она не так уж и плоха. Реально. Я не то чтобы фанат Эроманга Сэнсэй, но фигурка вполне-таки нормальная. Был бы фанатом, к тебе бы уже постучать. Ну, Гарнт к этому как-то привык, верно? И она стоила... 211 долларов. У-у-у. 211 долларов за фигурку по Эроманге. Да, это у тебя орлиный глаз на всякую хуйню про инцест. Я в этом отношении не такой крутой, так что да, больше я ничего найти не смог. В кои-то веки я был бы рад не смотреть. Ну, как бы... Уверен? Бля, это что, детский коврик? Что это вообще за хуйня? Достану, достану, не волнуйся. Что за пиздец? Я думаю, это символизирует типа кровать Сагири. Что это вообще за аниме? Какой-то детский коврик. Ну, потому что она как бы хентай, художница. А чё? Да, да. Она ведь... Что? Да. Она ведь Эроманга-сенсей. Она Эроманга-сенсей. А её брат, а её брат, он типа автор сценария. Я верно помню, да? Автор сценария. Да, он автор сценария. Почему я вообще не знаю больше тебя? Я даже не знаю. Брода, у неё кровать в форме машинки. Какая она хентай-художница? Ни хрена она не хентай-художница. По сути, эта фигурка, этот тайтл, полное адище, знаешь. Это так. Гоняет в аду. Ой, не, чё за хуйня? Чё это всё за хуйня? Ладушки и... Чё за хуйня? Бедный Конор. Как шиво ломается. Теперь узрите. Что это, блядь, за детский коврик? Сколько там Сагири лет, напомни-ка? Я без понятия. Ну, наверное... Ты не хочешь этого знать. Думаю, меньше, чем нужно, да. Наверное, нам не стоит говорить об этом вслух. Да, этого, наверное, говорить не стоит. Вероятно, это было не слишком-то... Блин! А вот и она, Сагири. Так, здесь, наверное, куда это девать? В общем, этот тайтл должен горить в аду. Эм, и... Поэтому я столько мемил. Да-да, что-то мне такое вспоминается. Помню, был какой-то гигук, который как раз-таки сделал одно видео на Ютубе. Дрэш. Ролик назывался «Романга Сунсей». «Шедевр». Это шедевр, да. Ну что ж, вот вам и этот шедевр. Я люблю инцест. Ну вот, челлендж выполнен. Молодец. Я тобой очень гордюсь, что теперь ты успешно завершил эту арку своего персонажа. Я сделал это. Гордишься мной, мам? Горн заслуж... И тут тесака ещё, тёсу-тёсу... ...поставить. ...служила тебе палачка. То есть, ну, Джои, в смысле. Пусти же здесь, её надо-то собрать. А вот там чего было. Начну со своего первого челленджа. Ага. Может, лучше сначала расскажешь нам, что это за челлендж, чтобы мы могли понять. Ты и так это прекрасно знаешь. Да, вы прекрасно знаете, что у меня был за челлендж, потому что... Мы же её порекомендовали. Вы сказали мне её купить. Вот, и... Я буду с вами честен. Я, если честно, не то чтобы разочарован этой покупкой. Вот, просто... Потому что какие там ещё раз были варианты... Рэм. Рэм. Окей, вы хотели, чтобы я купил Рэм? Или... Мамоко. Не Мамоко, там была другая какая-то сучка. Такая, типа, низкая девчонка с большими бидонами. Узаки-чан, точно. И это ударило бы меня в самое сердце. Отдать две сотни баксов за фигурку Узаки. За Узаки с ушками. Открывай давай уже, посмотрим. Да, а вот Мамоко, это уже вариант получше. Гораздо лучше. Охо-хо-хо-сан, ну, дайски резко. Согереско. Это из сериала Ты же любишь мамочку удары, которые бьют по площади двойным уроном. Как-то так. Видео. Да, последнюю строчку я прочитать могу. Да, в общем... Ужас. Эти названия Иссекаев или каких-то боевых Синьонов. О-о-о-о... Ну, не так стал с названиями. Да, это у нас... Его иногда называют Мюфсикай. Ты же любишь мамочку удары, которые бьют по площади двойным уроном. Да, это тот Тайдл. О, какая здоровая фигурка! У нас тут большая мама, чёрт побери, сынок! Чёрт возьми! Чёрт возьми! Чёрт возьми! Ничего. Очень неплохая фигурка. Мы же можем показывать, Заяц? Да-да-да, конечно. Да-да-да-да. Да. Да. Да, хвала автору. Надо же. Какие высокие каблуки, глянь. Как её поставить? Ясно, вот так. Честно? Честно говоря, мне эта фигурка нравится. С твоими-то наклонностями так и тянется тебя пообнимашкой. Я бы её себе забрал. Я бы такую взял. Что ты думаешь на этот счёт, Кодор, как ценитель Милл? Намного лучше, чем вот эта вот хуета. Погоди-ка, я ещё не закончил. Это ещё не шедевр. Итак, Джоуи, Джоуи, что ты скажешь? Так, с ними нахуй эту бумажку с богини. Богини. Так вот, Джоуи, когда ты спрашивал про аниме с инцестом, ты бы мог купить эту штуку. Да? О, да. Потому что... Да, она же делает всякие штуки со своим сыном. Всё? Это точно. Всё? Она чё? Да. Да. Бедный Конор. Ну, типа, купается со своим сыном в бане. В общем, завязка этого шоу в том, что пацан попадает в другой мир со своей мамой. И тут у нас не как вараманга сенсей, типа, о, они же не кровные родственники. Нет, они родные мать и сын. И... Да, он буквально вылез из неё. Да, типа, он был рождён из её влагалища. Он буквально вылез из её утробы. Она его вырастила. И... Она... И она сделала его долбанутым извращенцем. И там присутствует весьма... Типа... Я выпью за это. Там есть весьма... Откровенные сцены. Чё за сцены? Ты про вторую серию, да? Да, я про вторую серию. И что там происходит? Во второй серии уже? Насколько я помню, во второй серии... Ну, скажем так, после этой серии я дропну аниме. Да, во второй серии они вроде бы сражаются со слизнем. И этот слизень... Он вырабатывает слизь, которая разъедает любую материю, кроме... Тела. Тела. Короче, она... Плассика. Она разъедает отец. Да, да. Да, да. И угадайте, кто же измазался в этой слизи. И угадайте, кто был над её телом, когда слизь... на неё попадает. Да, её сын. Ага. А на него слизь не попала, что ли? И он... Я плохо помню эту сцену, вроде только её шмотки разъедает. Да, как-то так. А у него, видимо, какой-то слизи устойчивый шмот, или типа того, не знаю. Но он... У него тоже дофига слизи будет. О, ну я, блин, надеюсь, что нет. Пиздец. Ну да, именно после этой серии я и дропну анимешку. Но, между прочим, стиль просто шикарный. Да, это очень милый. Один из моих любимых художников. У него куча крутейших работ. Прикольно. Это... Там ещё вроде есть... Должны быть чулки, нет? Да, это бьёт дети. Мне нравится... Она пиздец высокая, да. Даже слишком высокая, я бы сказал. У меня есть даже пара фигурок с заячими ушками. Надеюсь, я очень надеюсь, что да. Нет. О-хо-хо-хо-хо! Вот это объём! Вот это объём! Ну, ёлка. Чёрт возьми! Ладно, что ж, такая вот фигурка. Да. Я знал, что тебе зайдёт. Да, но вот после всей этой херни со слизью... Это не моя тема. Но после этой темы я завёлся ещё сильнее. Нет-нет, моё сердечко уже занято. Так, Коннор, а какая у тебя была первая фигурка? Ну, я здесь много денег оставил. Да, думаю, как и все. Начни с челленджей. Начни с челленджей. Идеально. Чёрт, какой длинный чек. А то. В общем, у меня был такой челлендж. Купить что-то по фильму. Купить что-то по аниме, которое Джоуи посмотрел в 2021. Здравствуйте, молодчеловек. Слушаю вас внимательно. Ну да, окей. И это намного проще, чем покупать по недавно просмотренному. Да, да. Как ни странно, что-то да я всё же посмотрел в этом году. И это было не так уж и сложно, потому что я помню, как ты во всех подробностях рассказывал о том, как посмотрел полнометражку Евангелиона на выходе из магазина. Так что я купил Еву. О, круто! О, класс! Знаю, вы скажете, что эта фигурка не по тому тайтлу, который... Я знаю, что это не по тому фильму, но это же Ева. Но это ведь правда. Это правда. Это так. Это прям вообще не то. Там было столько разных вариантов. Это Евангелион. Это, кстати говоря, даже не канонический Евангелион, если что. Это Евангелион. Это как бы Евангелион с поездами. Это Евангелион. Что заходня! Да, 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 да,ollen и это, да, это, по-стути даже не Ева, это коллапшен калилоном. Но это было столько разных Ев. Не, внезапно так, если нет. Что заходня. Что заходня? Что заходня? Да, 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 да. Это коллаб Евангелиона с Шинкалеоном. Это Евангелион! Это чаще Евангелиона. Если Джоджо коллабит с производителем футболок, это всё равно Джоджо, понимаешь? А это всё ещё Евангелион. О чём вы вообще говорите? Знаешь что, Конор, это очко моё. Да, вот это я понимаю. Так, где вбать Гаррент? Значит, у тебя Евангелион, Гаррент. И вы оба теряете очко. Нет, нет. А, я получил и потерял очко. Я получил очко и потерял его. Да, нет, ты просто теряешь очко. Это фигурка по Евангелиону. Даже не, это не, не. Слушай, если мы не засчитываем моё недавнее аниме, то это тоже не считается... Бро, вот смотри, это Ева, бро. Это не Ева. Это Ева. Это грабанный Шинк, дружище. Бро, это Ева. Это поезд, поезд. Это буквально поезд. Это Евангелион. Тупо в трансформе. Это Евангелион. Это... У тебя на выбор было столько разных фигурок по Евангелиону, а ты решил купить ебучий поезд. Либо... Либо я не получаю очко, а Гаррент получает очко. Так. Либо Гаррент теряет, а я не получаю. Нет, погоди, чё? Нет, я не... Как бы, если... Нет, нет, если... Вы теряете очко. То есть ты признёшь, что это не так. Нет, нет, я теряю одну очко, а ты теряешь два очка. Да. Почему я теряю два? Нет, кстати, нет. Это чё вообще ещё за хуйня? Вот такая началась. Нет, нет, погоди, нет. Смотри, либо ты теряешь очко, а Гаррент нет, либо вы оба теряете очко. А нет, как бы нет. А ты не получаешь. Я получаю очко, и тут же теряю его, и Гаррент тоже теряет очко. Нет, он не получает очко и теряет очко. Ой, пошёл нахуй! Я был в... Я за то, чтобы Гаррент потерял очко. А я согласен дать тебе это очко, если ты скажешь, что я получаю очко за ёбаного истребителя демонов. Нет, 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 нет. Потому что это одно и то же. Ты и так уже получил пол очка за... Нет, это... Это, блин, одно и то же. Не, нифига. Да, да. Мы что, позволили бы им, конечно, прости, но Эшен Калеон в двадцать первом году не смотрел. Неважно, смотрел ли ты Шен Калеон или нет, суть в том, что эта фигурка по Евангелиону. Это коллапс, это ты Евангелион, это коллапс, это Евангелион. Погоди-ка, у меня нужная подобная... Ой, это споры Гиггиков. Но Шен Калеон же реально, это коллапс, это не непосредственно Ева, и Шен Калеона не было в ребилдах, не было в оригинале, нигде не было Шен Калеона. Но в том фильме не помни, Евангелион, вот тут блядь даже на этой ебучей коробке написано, это Евангелион. Мне нужно кое-что знать, Коннор. Почему ты выбрал эту фигурку? Там было столько фигурок по Еве. Они все были скучные. Даже та, которую ты собирался купить? Да, я узнал, что... Ты, если верно помню, хотел купить совершенно нового зверя, так ведь? Да, я посмотрел в календаре, оказалось, мы снимали это где-то в декабре. А, реально? Вот чёрт. Так что Гарн теряет очко, а я забираю и тут же теряю очко. Нет, мы с тобой оба теряем очко. Нет, мы с тобой оба теряем очко. Да, но я получаю очко за это. Нет, не получаешь. Чтобы его потерять, я должен его получить. Если вы не признаете, что это Ева, то я вообще не должен терять очко. С чего вы? Я говорю, что если вы признаёте... А погоди, то есть ты либо не теряешь ничего, либо теряешь два очка. Нет, либо я не теряю очко, либо он получает. Нет, я не получаю. Он не получает. Я просто его не теряю. Тогда я получаю очко. Знаешь, что ты... Если ты считаешь, что мы должны потерять очко за повтор, то признаешь, что это Ева. Это непоследовательно. Знаешь что, я лучше откажусь считать это Евангелионом, чем признаю, что у нас одинаковые фигурки. Короче, Гард не теряет очко, и ты тоже не теряешь очко. Как тебе такое? Мы опять вернулись к самому началу. Да, то есть у вас обоих ноль. Это Евангелион. На коробке так написано. Когда я смотрел Евангелион, я не помню, чтобы там фигурировал грёбанный Шинкансен. А вот я помню. Уж не знаю, что ты там смотрел. В английском дублюже это всё было на месте. Слушай, 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 мы буквально... К чему это всё? Что это меняет? Ты же помнишь ту эпичную сцену фильма, где на экране вдруг появляется Шинкансен, да? Слушай, в Евангелионе 3.0 плюс 1 были представлены Евангелионы бесконечности, но я сомневаюсь. Но даже в бесконечном числе вариантов нет места тому, что ты держишь в руках. В бесконечности есть место всему. Думаю, даже в бесконечности нет места той луи, что ты держишь сейчас. Нет, я так не думаю. Ты поэтому такой заносчивый? Нет, просто я знаю, что это не Евангелион. Вон там сбоку коробки написано Шинкалеон, и я медь твою умею читать. Это Евангелион. Чё за хуйня? Это поле АйТи. Да, из Евангелиона, так? Так, давайте на секундочку отвлечёмся от этого клоуна. Это вообще-то... Господи боже! Твою ж мать! Гарн, нахера ты покупаешь фигурки, которые не влезают на полку? Это очень круто! Ну они же тупо не уместятся на полке! Слушай, я решил прислушаться к сердцу. Вообще никак! Я прислушался к сердцу. Это невероятно крутая фигурка. Ты глянь на это! Куда мы её денем, Гарн? Поздаем в сортире, верно? Устроим в сортире такой красный уголок с самыми крутыми фигурками. Это я тот самый мудак, что пытается думать о съёмочной площадке. Не, ну это точно отлично влезет. Ну нет, не дождёшься. Не дождёшься, ни хрена. Да, смотря какого размера. Эта штука влезет куда угодно. У нас тогда вообще монетизации не будет. Да ты о чём ты вообще? Она же одета. А вот что я покажу вам. Я... Ты реально купил Апекс? Мой мужик. Я взял себе Апекс. Это для меня. Это для меня. Для себя? Пошли вы в жопу все. Зачем тебе Апекс? Я его мейню. Это не для челленджа? Нет. Ему захотелось. Мне захотелось под Файндера. Так, ну ладно, раз уж пошла такая пьянка, закройте глаза, ребята. У меня тут как раз есть... Раз уж и речь об играх зашла. Ага. У меня тут как раз есть одна подходящая штучка. Ага. И открывайте глаза. Я видел, видел как... Зачем купил? У меня их тут целая коробка. Ёб твою мать, жёвый ты. Казалось бы, при чём тут политика, да? Ёб твою мать, я не смог пройти мимо. Он же дебил. Это просто восхитительно. О нет, ты же не... Повторка. Погоди, ты купил такую же? О нет. Ладно. Джоуи, что ты конкретно купил? У меня... Погоди. О-оу. О-оу. Сборная коллекционная фигурка, Амонгас, пять. Да, вот я её вижу. Почему их пять? Ладно. В общем, дело такое. Одним из моих челленджей было купить мягкую игрушку. Так. И у меня было много разных вариантов. Много разных персонажей. И потом... Простите, этот... Это гоня никак не распечатывается. И потом я... Я увидел в углу, прямо в углу я... Был... Омогус! Был вот он. Да, вытереть очко! Да! Что за хрень? Омогус! Что за... А знаешь, что от этого стоило? Знаете, знаете что? Я не хотел на этом останавливаться. Потому что мягкой игрушки... Где ещё есть? Ей нужен был друг. Понимаешь? Мягкой игрушки... Так, ладно, смотрите. Я знаю, что челлендж состоял в том, чтобы купить одну мягкую игрушку. Но потом мне пришла в голову мысль, что нельзя ведь играть в Among Us, когда ты совсем один, верно? Понимаешь? Ей нужен был друг. Ладно. Так что... Я ещё купил Стива. О, да, другое дело. Стива, я добавляю. Стив, наш мужик. Вот у нас Smash Bros прямо тут. Да, реально. Ждём Омогус в Smash Bros. Господи. Да, я не мог пройти мимо. Это потрясающе. Это вообще что? Это, если я правильно понял, какие-то сборные штуки для персонажей по Among Us. Это Гача? Это Гача. Омогус Гача? Это Омогус Гача. Может, уберёшь в коробку? К счастью, среди них нет ни одной красной фигурки. Да, вот именно. А в таком случае считается ли это вообще? Я, кстати, не уверен. Среди них ведь нет красных. Ну, надо открыть их и узнать. Если... Нет, но это же так же серия. Тут же нет красных. Ну, это так же серия. Да, но сколько у тебя там персонажей из Джо-Джо? Да, но повтор только один. Да, но ведь у тебя повторялся только один персонаж, Дио. Да, но вы... То есть ты... Если как бы все вместе. Да. Да, вы купили чувака из Among Us. Это один персонаж. Не-не-не-не. У меня красный Омогус. Это один и тот же чувак. У меня красный Омогус. У меня... У меня есть белый, у меня есть кожа. Понесли споры. Зелёный, чёрный, белый и си... Половина подкаста — это споры и рассказы о том, как они покупали. Иры, светящийся в темноте. Это всё один персонаж. Слушай, слушай, слушай. Это разные костюмы. Но персонаж-то один. Слушай, когда ты голосуешь за то, чтобы кого-то выпнуть... Ну, слушай, это разные костюмы одного персонажа, да? Да, мы определились. Мы оба теряем очко. И я получаю. Это две Евы. Не-не-не-не, мы определились, что мы оба не теряем очко. Я уже не помню даже. У вас у обоих ходит и тоже чувак и замон газ. Мы поднимись очко, признайся, блядь, гарн. У вас тот же чувак. Нет, нет, он не купил красного Омогуса, как вы видите. Это один и тот же персонаж. Когда ты голосуешь в игре, ты не говоришь. Чувак и замон газ. Хуйкона, разлобленный, лишь бы выбить себе победу и очков себе отбить. Маленько. Нет, ты говоришь красный какой-то сус, Хонор. Ты не говоришь, что Омогу сус, ты говоришь красный, ты говоришь зелёный, но ты никогда не говоришь, что чувак из Омога сус. Как его зовут? Красный. Это напарник. Он красный? Это красный напарник. Да, это напарник. Красный сус. Это тот же персонаж. Это логики у Джоя, тут вообще 15 повторов. Нет, ведь это одна покупка. Это была одна коробка. Ну, если её открыть, сколько там персонажей? Пять. Да, то есть у тебя пять повторов? Нет, это одна коробка. Так, короче, ты можешь либо потерять пять очков, либо потерять одну очко. Ты не... Вы оба теряете очко. Оно так не работает. Вы оба теряете очко. Не-не-не-не. Не могу проверить, что вы ещё спорите. Да, я буду спорить до последнего вздоха. Это херня. Красный, я бы с тобой действительно согласился. Да, я согласен. Если бы там был красный Амогус, я бы сказал, Джоя, у нас с тобой один и тот же пьер. У нас один, у вас один и тот же персонаж. Я буквально пытался... Я ведь ещё заранее задался вопросом. А вдруг кто-то из пацанов тоже решит купить себе что-нибудь по Among Us? Я такой... Ааа, какой... Я решил купить такого. Купить такого, которого вы не купите, поэтому я выбрал красного. И красного тут нет. Тем не менее, у вас обоих на парнях, так что минус очко. Но красного тут нет. Заберите у них пачку. Заберите у обоих пачку. Что вы думаете, зрители? Ну, зрители-то точно вам скажут, что... Нет, 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 нет. Отменено как спорный. Да нет, 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 нет. Спорного нету. А если это же просто самое... Нет, по факту это все разные. Красный, зелёный, белый. Даже разные персонажи, по идее. Они цветами различаются. Типа разные скафандры. Так что, Конор тут пейдит много, конечно, с целью выиграть. Ваша часть, я протестую. Протестую. Вы выглядите как клоуны, когда пытаетесь с этим спорить. Экстренное совещание. Я бы... Экстренное совещание. Вы жалкие обсуждения. Поверить не могу, что вы пытаетесь об этом спорить. Невероятно. Вы потеряете по очку. О, господи. И нет тут никаких сомнений. Ещё я купил фигурку по выдающимся зверям, чтобы она не досталась Конору. О, я то себе такую взял, крутая. Не, в смысле, не сейчас, но у меня просто такая же дома стоит. Джоуи, не нужно мне такое говорить. Ты такой, Оля, тоже такую купил. Джоуи, чё? Чё, Джоуи? Я ещё предзаказ на неё делал. А, ну ладно, потому что я осматривался и подумал. Ну, я заработал свои очки, так что пойду обломаю Конора. Да, да. Так что, понимаете, Конор... Я бы всё равно не купил. Да, в итоге неважно. Это очень крутая фигурка. Это так. Ты смотрел в этом году выдающихся зверей? А, второй сезон, да. А, ну ладно, тогда ладно, хорошо. Решили, ты же снял с них по очку? Это спорный случай. Нет, это спорный случай. В этом году мы будем рассматривать спорные отдельно. Какого хуя с ними с них по очку? Нет, дед, это спорный случай. Нет, это не спорный случай. Что теперь, его будет рассматривать клоунский суббит? Поправедливый суд. Суд Омогусов. Суд Омогаз. Суд Сусов. Прости, но если следовать правилам суда Омогаз, то выигрывающий определяется... Большинством голосов, верно? Большинством голосов. Следовательно... Следовательно, Конор не был импостером. Следовательно, ты в большинстве. Гарн, если вы в чём-то согласны, вы не можете просто придумать под себя правила и сказать, что вы большинство. Мы ничего не придумали. Только что пытались это сделать! Мы созвали срочное совещание, проголосовали и пришли к заключению, что твоё мнение не считается. Они купили одного и того же персонажа из одной и той же игры, и теперь они голосуют... Тот же персонаж, ты кто? Тот-тоник. Это один персонаж. Ни один из них не выглядит, как вот этот. Они выглядят одинаково, совершенно. Ни один из них не выглядит, как этот. Они все напарники. Это один и тот же персонаж. Если это один и тот же персонаж, почему тогда по кораблю бросил... Это шесть разных костюмов. И почему? Персонаж один. Это разные персонажи, Коннор? Нет, это разные костюмы. То есть что, они, по-моему, все клоны? Да, суть заключается именно в том, что они отличаются друг от друга только цветом и ничем другим, потому что это один и тот же персонаж. А что если вот это... Надо загуглить, подсчитать описание игры. Что там авторы хотели сказать? Вот этого зовут, например, Герри, а вот этого зовут Грег. Так ведь нет. Откуда ты знаешь, ты шаришь за лор Омон? Омон Газ? Да, это у них нет имён, это один персонаж. То есть, по-твоему, все персонажи Омон Газ это просто клоны? Да. Фанаты Омон Газ, что вы думаете? Если вы знаете... Если вы знаете лор Омон Газ, вы могли бы нам разъяснить, что все персонажи разные. Сейчас надо позвонить разрабам. Так мы никогда... Да, мы можем позвонить разрабам Омон Газ. Так мы никогда не узнаем, кто выиграл. Так, ну давай, а что ещё у меня в коробке? Что там ещё? Я просто буду идти по порядку. В общем, мне нужно было купить висячий свиток, и я... Я купил висячий свиток по отчёту о буйстве духов. Нет, ладно. Ладно. Может, не лорать, но мне он нравится. Ну, в общем, у меня был челлендж, у меня был такой челлендж, и такой челлендж, и вот это мои первые два, а моим... Следующим было приседать, когда я вижу фигурки по Рейзира, и... Я очень жалею, что не ходил в зал, потому что, господи боже, на завтра у меня горело просто всё. Я серьёзно. Потому что я переехал в дом, с лестницами. Бедный... Гард. Приседался, теперь ещё ноги будут болеть мне долго. Да, я испытывал боль, когда поднимался к себе в спальню, так что... В общем, я уже покупал то, что мне хочется, и я купил... Я купил фигуру Канти, я тоже хотел такое же. Потому что я не видел ничего по Фури Кури. Фури Кури офигенно, анима, да, вперёд. Синий Канти, да. Да, да, у меня, кстати, стоит дома красный. Фури Кури. Реакция на пусть как-то-нибудь, не знаю, когда. Вообще, я даже не в курсе, что за Фури Кури, просто слышал название. О, да. Я рад, что фигурки по Фури Кури до сих пор выпускают. Разве она что, новая? Ну, в магазин новой, да. А мя-мя же вроде всё более-менее новое, да? Это было вроде в секонд-хенде. В его отделе? Да, в отделе секонд-хенда. А, ясно. Да, тут буквально написано 1990-й. А, нет, этот, это выхода. А, ну ладно, ладно. Так что, вот он. Круть. Слушайте, а можешь передать мне вон ту? Да, я тоже такую хотел купить. Да, в общем, Конор видел, как я беру её в руки. Я подумал, мимо такого проходить просто нельзя. Я уже давно хотел себе купить такую. Это Маджора. Это не фигурка. Но я подумал, что в студии это реально круто смотреться. Это статуя в виде раскрашенной маски Маджоры. Сидни, кстати, сходила в Эми Ами через пару дней и тоже себе такую взяла. Правда? Буквально через пару дней. Она очень клёвая. Она крутая. Это будет шикарно смотреться. Может, лучше пусть они этим... Отличная мысль. Так. А, ну, я... У меня... Я купил кучу всего из полнометражек, чтобы выиграть. Оу. Кучу всякого. Фигурки гибли. Их тут тысячи. Чисто, чтобы выиграть этот чёртов... Вау. Целлотон, а всего погибли. Да? Я почему-то и не подумал про гибли. Просто, чтобы вам было видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я помню про этот челлендж с полнометражками, но я тогда ещё подумал... О, блин, где столько найти фигурок по Ове? Нет, блин. Просто я сам... Сколько тут фигурок по Синкаю? Я такой промар есть. Ещё есть Акира, но её купит Джоуи. Но я решил купить как можно больше аниме-фигурок. Да. Так что я... Я ошибся. Я думал, там надо было накупить на наибольшую сумму. Не-не-не-не-не. Я купил шесть фигурок гибли. Ну, и он, очко, уходит тебе. Пятачку за тобой. Ой, ну есть ли у тебя маска Маджоры, а? Я так не думаю. Зато есть... О, блин, тут уже понареки. Сюда можно положить еду, и она её прожует и выплюнет. И зачем тебе это? Не знаю, мне просто показалось, что будет круто иметь штуку, которая жует едой. Справедливо. Нет? Ну, наверное, да. Огонёк с замка Хаула. Это бело? Клёвое? Кальциферу, вроде бы, да? Моя следующая фигурка. Да. Да, вы, наверное, слышите, как радуется Наби, потому что это... Это Окито? Да. Это единственное, что радует Наби. Окито. Да, в общем, я купил её, да. Чё это за нахуй? Чё это? Итак, это... Один из самых милых персонажей в Фейде. Иногда бывает так, что ты ролишь Перса, и он просто... А, это из Фейда. Да, да. Я пошёл. Окито Альтер, лучший персонаж в Фейде. Честно говоря, это... В плане её рангов, в плане непосредственно геймплея, она не в топе, но ёбаный в рот в плане дизайна. Чёрт, это один из самых круто задизайненных... Я согласен. И если бы ты купил её, ты получил бы очко, Джоуи. У меня её нет. Я её ролил. Я её ролил, но у меня её нету. Это мы ещё узнаем. Это было в Мандараке. Это было в Мандараке. Субтитры подогнал «Симон»you. Выяснёте всё. Что 28%? Продолжение следует... 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 Досмотреть? Да. Оно клёвое, да? Досмотрел первый сезон. О, круто! Почему мы об этом не говорили? Ну, оно охрененно. Мне нравится. Это просто охуенный сериал. Простите, отвлёкся. Бля, эта штука ещё ездит. Да, это очень круто. Да, именно с таким звуком. Ему ещё нужна пушка. Да, это точно. Да, да, пушку, да, можно поставить. Нужна ебать большая пушка. Да, не-не-не, пушку ещё не надо. Да, да. Не могу поверить, что мы купили одинаковые фигурки. У обоих минус два очка. Да, я как бы, да, мотоцикл. Зато теперь у нас есть мотоцикл. Я пошёл на эту жертву Джоу. Ничего, я не... О, посмотрите, она тут ещё и хмурится. Гляньте, гляньте. Самое важное – это мелкие детали. Мелкие детали. Красота в простоте. Ладно, давай покажи свою фигурку. Выставь на обозрение. Девятый год уже возишься. Прости, Коннор, прости. Просто рви всё к хуям. Я думал, ты так не делаешь. О, смотри, у него есть Google Maps на мотоцикле. О, круто! Google Maps, братан, ебать! Опередил своё время. Какая детализация. Да, верно. Это прям полноценная модель. По уровню всего. Да, даже фары тут вот так делают. А, это круто! А он включается? Вот этого не знаю, не думаю. Мило. Недурно. Да, неплохо. Ух ты ж, блядь. Это прям собирать нужно. У нас сейчас нет времени. Это всё потом. Да, да, да. Вот вот части остальные. Отбайга канета. То есть, вот, 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 не собраны даже до конца. Ты, конечно, спугался. Покажи эту на камеру. Покажи эту на камеру. Тут есть куча модификаций для мотоцикла. Это реально круто. Ань, Господня, это прям... Да. Ладно, можете унести эту штуку? Может, пусть будет тут. Давай. А у меня, кстати, ещё есть одна фигурка. Окей, окей. И она моя самая большая. Это вот эта вот? Да, вон та. Вы не будем её анбоксить. Да, мы не будем её пока анбоксить. Поставь на стол, и всё. Джоу, и не зла, что ты фанат Хатсуны Мику. Ну, что тут сказать. Я фанат аниме. Мы дошли до той черты, когда нас самих уже почти не видно за фигурками, которые мы покупаем. Да. Анбоксить пока не будем, но это Хатсуна Мику в юбилейном костюме. Через пару лет Трешовый вкус переезжает в новую студию полуангардного типа. И там, короче, каждому выдадут по 10 штук на нос, чтобы накупить фигурок. Это будет шикарно. В юбилейном костюме? Она, типа, юбилейная фигурка. Какая-то дата? Ну, типа. Каждые Ника-Ника-Кайги. Да, каждые Ника-Ника-Чо-Кайги у Мика какой-то особенный костюм. А вот коробка. Да, это, кстати, самое близкое к 420 долларам. Ну, ладно, мы... Так что мы потом сравним. Ладно, так совпало, что одна из моих фигурок тут тоже покупалась под этот челлендж. О, круто. Окей. Ладно. Вообще не ебу, что это? Покажи. Но в цене было прям очень близко. Что это за хренатень? У нас два мотоцикла! Не, пошёл ты нахуй! Погоди, мы можем взять второго Канаду и посадить его вот сюда, да? Мало господу. Я не знаю. Это трансформер какой-то. Ну, что это? Это Мегазон 23. Я не знаю, что это. Думаю, какая-то полузабытая. Это очень старое аниме про Мер. Это было очень близко к 420. Меня интересно не убьют, если я называю это трансформером, потому что штука похожа на трансформера. Да, наверное, что-то очень древнее про Мер. А Карланд это разве персонаж ниоткуда ещё? Да, но он прикольный, верно? Наверное, он редкий, расстой 420 баксов. Я думаю, что, я думаю, даже потому, какой используется шрифт. Я думаю, наверное, это что-то старое. А в отделе с мехами в амми-аме. А, понятно. В общем, выглядит эта штука вот так. Да, не хочу тут весь день сидеть и распечатывать. Да, да, да. Так что да, это мы передадим. Крутая вещь. У меня есть ещё одна фигурка. Сколько у тебя ещё? Я всё. Ну, тогда давай ты. Давай ты, Гарн Клоджи. Я только что был. А, короче, я... Давай ты первый, у меня хентай-фигурка. Ладно, в общем, мой последний челлендж купить что-то по аниме, которое вы не смотрели. И чтобы подошло мне лучше, чем аниме, которое ещё не вышло. Его вы увидеть не могли никак. О, Арк Найтс. Арк Найтс. Я ходил по магазину и нашёл такой вот вариант. А что, есть аниме по Арк Найтсу? Да. Анонсировали. Анонсировали? Да. И вы его не видели? Не видели. А, ну, никто не видел. Никто не видел, кроме тех, кто его делает. И вдобавок к этому, Джоуя вроде как любит Арк Найтс. Люблю, я весь сход играю, люблю Арк Найтс, да. А я вот уже перестал. А Чен там не было, да? Ну, это, я решил взять подороже. А, ясно. Но Чен, я помню, что тебе больше... Чен мне нравится больше, чем Маме. Да, почему четырёхзвёздочная? Или у неё пять звёзд? Она была, как бы, первый юнит. Да, она дефолтный юнит. Да, да. Она дефолтный юнит. Ага. Да, как блядь, открывается. Её финалочка просто пиздец, какая имбовая. Не знаю, играли ли вы. Да, в общем, это главная героиня из Арк Найтса. Да, Арк Найтс не играл, но увидел кое-какие комиксы. Веб-комиксы, выходившие. Арк Найтс, ну, что это будет? Может, будет стоить аниме, посмотрите в будущем. Не знаю. Слишком много ничего нужно смотреть. Для Бусти. Реакция на Бусти. Снимаю, она тоже будет. Да, думаю, тоже будет главной героиней. Но это так круто. Потому что мне, мне как-то попадаясь на андроиды Амии. Я не люблю андроидов. Ну, да, мне не нравится на андроиды. Мне не нравится на андроиды Амии, но вот обычная фигурка. Я, может быть, даже её, может, я даже возьму себе такую. А она, кстати, ничего. Вот с чем, с чем, а с дизайна персонажей в Арк Найтс, и всё просто отлично. Я думаю, в плане дизайна персонажей, конкурентов у него просто нет. Я просто... Какая клёвая база! Я тут недавно смотрел всякие фигурки по Арк Найтс, которые должны выйти. Да. Типа... Фигурка Ифрит просто охуительная. А, фигурка Ифрит? Да, она выходит в следующем году. А если мне память не изменяет, она была имбой. Да, она реально была имбой. Как и сейчас? Да, всё ещё имба. Офигеть. Ну что ж, фигурка... Ладно, это прям реально круто. Мне нравится. Да. Я отлеплю... А, мимилашка! Да, у неё у меня ушло 150 баксов. Нормально? Ну, а я смог и челлендж закрыть, и взять клёвую фигурку. Да. А какой был челлендж Ада? Что-то чего вы не видели? Аниме, которого мы не видели. Пока что нет, к сожалению. Гадсцены из игры считаются, да? Нет. Нет. Это не аниме. А они считаются или... Да, считается или реклама? Они же анимированы. Я видел Джуну, я посмотрел трейлер. Отличный фильм. Да, вот сегодня в метро рекламу видел. Да. Да, ну вот как-то так. Мне понравилось, и... Да, и знаешь чё, фигурка просто отличная. Всё нормально, я согласен. В общем, сняли у меня всё. Ладно. Так, что там дальше? А что мне плюс очко? Да, у меня ещё одна фигурка, и... У меня в Аммиаме очень большой выбор откровенных фигурок и хентай-фигурок. Да, всё так. Я решил приобрести хентай-фигурку. И я нашёл самую странную хентай-фигурку, что я когда-либо видел. Понимаете? Да, короче, в общем, короче, короче, глядя спереди, выглядит как обычная хентай-фигурка, верно? Но это фигурка, это тупо жопа. Точно-точно. Придётся блюрить. Забавно, согласен. Я и забыл уже, что за китайная фигурка из Аммиаме была у Гарнта. Тупо жопа с ногами. Это буквально просто жопа. Да, так это эта, которая как будто застряла в стене. Типа, она застряла в стене, да, но тебе буквально достается только задница. Гарнт, и как мы её покажем? Мне нравится. Ну разве это нет? Мы не можем её показать. О, господи, мне это нравится. Она клёвая, но её нельзя показывать. Сколько? Оставлю её сюда. И с ней, с ней в комплекте входит тарбук. Чё наху, бля? История этой хуйни. О, ладоски, счастье, обзор прикрывают фигурки Амонгаз. Но, кстати, тут всё очень даже миленько. Да, это видно, а хотя нет. Мне, мне нужно будет это. А, это. И для этого такая коробка? Для этого? Это клапанная иллюстрация тут. Столько блистера. Ради жопы небольшой. Тут есть такая разная милотень. Нахера тут вообще альбом? Даже не знаю, может быть, это альбом с работами того парня, который задизайнил эту фигурку? Или задизайнил этого персонажа? В общем, обложка тут, конечно, крайне интересная. Вау. Да, даже не показать. Заднюю часть показать мы можем, но переднюю это, да. О, смотри, Ева Гарнт. Вау! Сколько она стоила? О, она заправляется. Твою ж дивизию, гляньте на эту Еву. Она на заправке. Дай гляну. Поставь её сюда, дальше я сам. Поставь сюда просто. Я не помню, почём она. Я столько всего купил. О, какая же клёвая Ева. Да, лучше её так не держать. Да. Вот Ева. Ты глянь, ты глянь. Она на заправке. Зашибись. Вот чёрт, очень клёво. Невероятно клёво. Ладно, оставим Евы. Красота. Что тут сказать? Что тут скажешь? Ну это, это ж хуйня. Это полная хуйня. Мне нравится это. Почему? Зачем она нужна? Это тупо. Её же надо как бы к стене крепить, правильно? Её можно прикрепить к телефону, так что... Можно сделать вот так. Ну ладно, теперь прикольно. Это просто у Мариши так круто, да? Ладно, перед тем... Это сколько для телефона? Думаю, это подставка для телефона. Перед тем, перед тем, как я решу, нравится ли мне, сколько она стоила? Она стоила... Вроде 130 долларов. Стоила того. Стоила того. Я бы даже думать не стал за 130 долларов. Это просто жопа. Больше 150 баксов я бы не отдал. Это тупо жопа. Это одна из самых клевых штук, которые я видел в жизни. Ладно, парни. Сколько всего вы оставили в Ами-Ами? Так, я оставил в Ами-Ами... 1017 долларов. Гарн-то у тебя. А-а-а, 1021 доллар. Вы зашлись в этом... У меня по итогам пошло на 1580 долларов. Охренеть. В Ами-Ами. Господи. Охренеть, ну большую часть на это, верно? На это где-то 800 долларов ушло. Оттешуять просто. Так что? Да. И ты потерял два очка. Потерял два очка. Ну, она то стоила, да. Я тут как бы думал. Я почти уверен, что этот цикл будет самой яркой, самой запоминающейся вещью за нашими спинами. Вот это говно туда в принципе не помещается. Всё это. Ну, даже не знаю. Вот эта штука точняк померяна. Её нельзя показывать на ютубе. Мы... Это так смешно. Это просто. Обожаю. В общем, это была Ами-Ами, а мы идём дальше. Итак, последний на сегодня, но не последний по значимости, мандараки. Да. Впервые. Вроде бы мы хотели ещё год назад туда сходить, но не смогли. Но в этом году нам это удалось. Мы, наконец, сходили, и... Это просто гигантский шведский стол. Шведский стол. И самый разнообразный хрень. Огромный выбор. Да. Я был очень рад, что мы смогли сгонять в мандараки, потому что когда мы оказываемся в Акихабаре, мы просто не можем пройти мимо мандараки. Этот магазин, он как лотерея, потому что никогда не знаешь, что там будет. Иногда находишь круто. Second Hand из редких вещей анимешных. Конечно, круто. Ну, не только анимешно. Там же костюм Бэтмена был, например. Тоже прикольно, классно, круто. Конечно, какой размер? Вопрос. Тупую херню? А иногда тупую херню. Иногда находишь тупую херню, да. Итак, каким был ваш поход в мандараки в этот раз? Хватило ли вам денег на него? А, их там было даже больше, чем нужно. И в итоге мне пришлось пытаться выполнить челлендж на 4 тройки именно в мандараке. И это, блядь, просто невозможно. Да, у меня оставалось баксов 500. Да. О, правда? Да, я уже все потратил. Отложил 500 баксов, чисто чтобы не проебаться. Да, но ты уже потратил целую кучу в Амиами. По мере мне даже пришлось какие-то фигурки возвращать на место. Ага. Чтобы у меня осталось 500 долларов и хватило на мандараки. Охренеть, ладно. Но фигурок все равно много. Да. Ну ладно, давайте. В мандараке у нас было по одному челленджу. Да, у меня фигурка по тайтлу, что видели все. А мне надо было купить фигурку по фейту, которой нет у Гарнта. Или который поганит у него в игре. Да, у Гарнт. Мне нужно было спросить у работника, ну... Совета. Совета, да. Да, я сейчас потеряю очко. Ага. Сколько у тебя фигурок Дио? Дио ты купил. Скажу честно, я совсем забыл, что у нас был штраф за повтор персонажа. Я думал только за повтор фигурок. Нет, нет, нет. Это прям супер повтор. Судьба показала нам какую цену приходит заплатить за повтор. Сколько очков ты потерял? Два очка выходит, если четыре повторки, четыре у него Дио персонажа. Ну, и из-за Дио всрал уже два. Да, это его четвертый Дио. Да, у меня четыре Дио. Погоди, у него четыре Дио? Да, он уже взял три вейстопе. Да. А Дио и... Дио и Джонатан считается? Да. Это же Дио, да? Не знаю, это типа два персонажа, а тут как бы... Не-не-не, там есть Дио. Определенно Дио. Это был явно не дуб Дио. А, да, минус два очка за то, что я помешан на Дио. Да, за бесконечную любовь к Дио. Я решил купить её, потому что мне надо было как-то набрать нужную сумму. И с этой целью я взял ещё несколько фигурок. Да, да, да. Опред-таки я совсем забыл про эти... Про повторы? Повторки, да. Да, да, да. И я купил её, но... Ну да, правил было многовато. Я был довольно-таки близок к сумме в 3333. Я стану... Круто, круто. В общем, у меня был такой челлендж. Купить фигурку персонажа из Фейта, которого бы не было у Гарнта в игре. Ну и... Врать не буду. С тех пор, как я сам последний раз играл в Фейт Гранд Ордер, прошло довольно много времени. В общем, расскажи мне, от чего ты вообще отталкивался просто. Ну, вообще, я думал так. Я более-менее знаю всех базовых персонажей из Фейта, самых основных. Да, да. И понятное дело, что они мне сразу же не подходят. Да, ясно. Я подумал. Ладушки. Я обсуждал это с Наби, с моим оператором, который эксперт по Фейту. И мы с ним как бы... Мы-м-м-м... Пытались с ним построить разные гипотезы, чего у него вообще может не быть. Мне кажется, тебе очень повезло, что твоим оператором был Наби. Если бы это выпало Коннору... Да, ему было бы пиздец. Ему было бы пиздец. Он просто купил бы рандомного перца. И у меня был выбор. Ведь я хотел выполнить челлендж на 4 тройки. Я мог либо просто взять и купить ту его хучу на андроидов по Фейту, и надеяться, и надеяться, что у тебя нет одного из них. Ага. Или я иду в вабанг, покупаю одну фигурку и надеюсь, что моя ставка сыграет. Надеюсь, ты пошёл в вабанг. И я пошёл в вабанг. Ну ладно. Чё ты купил? Что ж. Я подстраховался, и у меня две фигурки, да? Ладно. Первую я взял, потому что был не уверен. Ага. У тебя есть? Иштар. Есть космическая Иштар, это... Нет, нет, нет. Нет, нет, лучница, лучница Иштар. У тебя есть лучница Иштар? Есть у тебя персонаж по имени Иштар? Я бы сказал, он есть. Что? Это другое. Это же как Гоку Блэк и его... Нет, нет, нет. Это совершенно другое. Это совсем другое. Ну ладно, ничего страшного, ладно. Можешь пока подумать, а я достану вторую. Хорошо. Так. У тебя есть? Грей. Нет. Да! Успех! Это Саванаби! О, боже мой. Итак, для меня это была прям-таки игра в рулетку. Я нашел эту фигурку Грей прямо в углу, прямо в блядском углу. В самом заднем, да. Что это? Что это? Ну, Грей это что-то вроде смерти. Какой там класс? Эээ, Зет? Зет же, да? Мне кажется, она не проверяла, но вроде Сейбер. Да, думаю, Сейбер. Сейбер? Думаю, Сейбер. Лебас. Погодите, я вообще не знаю, Рей был выпущен в игре, или... Может, на американских серверах я... Да, там был ивент. Да, там был ивент, верно. А, ну ладно. Да нет, Гарм. Ну, я в любом случае не стал бы ее тянуть, так что... Я увидел ее, подошел к Наби, и я такой, это же новый персонаж? А он да, и я... Что такое? В последнее время он прям особо много не играет, так что у меня есть шанс. Но я очень боялся, потому что эта штука стоит 160 долларов. И я такой, нужно включить голову и включить свои яйца. Можем распечатать ее и... Да, давайте распечатаем, потому что фигурка реально прикольная. Она Ассасин, простите. О, Ассасин, да. Ладно, а как бы... Я же я виду Грей, она ведь даже не из основной серии, верно? Нет, нет, нет. А кто вообще был в... Не, не хочу знать. Опять за старой. Давайте мы не будем начинать заново. Просто ты просто не ебучая фигурка. Я заработал очко, заработал очко. Добавь-ка мне очко в список. Ладно, очко достается Джоу, и он заслужил хотя... А, да. Пусть даже у него и был при себе невероятный чит. Представь, насколько проще этот челлендж, когда рядом с тобой Наби. Вот просто как ты выполнил бы этот челлендж, Коннор? Сейбр бы взял, наверное. У тебя есть Сейбр? Вот, кстати, основной Сейбр у меня и нет. Да, да. Ничего себе. Просто... Единственный клёвый персонаж Фэйт — это Александр. Великий. Александр Чат. Да, единственный новым персонаж. Александр, да. И всё, он единственный. В плане дизайна мне нравится Иштар. Очень нравится, поэтому я её взял. И плюс к этому Иштар похожа на Рин. А когда я вижу Рин, я просто... Я просто знаю. Да, я знаю, что тебе нравится. Не хочу погружаться в Фэйт. Всё в порядке, Коннор. Тебе не нужно себя заставлять. Нет, нет, я хочу, чтобы мы погрузились. Лучше купи-ка себе ещё одного Дио. Продолжай. У меня по Джоджу ещё будут. Ладно, ладно. Правда, Ни Тио? Гарн, что у тебя? А, ну, в общем, я купил фигурку Ника Робин. Эту фигурку мне посоветовал купить работник магазина. О, правда? Да, потому что... Чё ж он тебе что-нибудь подороже-то не посоветовал? Ну, я сказал ему, я вообще сказал ему, что типа цена не проблема, и он такой... В общем, спрашиваешь совета у работника магазина, а он тебе такой... Вам нравится Ван Пис? А я такой, ну ладно, вы делаете свою работу. Я, что по-вашему нормис. Любите ли вы пить воду? Да, вы делаете свою работу, он, по сути, выбрал просто самую общеизвестную, самую ванильную франшизу, какая только есть. Верно. Я думаю, он выбрал её после пропуска времени. Это верно, это да. Так, ты мог выбрать иду, правильно? Но как бы... Не же Гарн. Ты же знаешь, что это после пропуска, да? Не, не надо спойлеров, я его ещё не читал. Кстати, вот что забавно, это одна из первых фигурок, что я купил в том магазине. Очевидно, что когда ты работник магазина, а к тебе подходит за советом рандомный чувак, ты не хочешь... Ты не захочешь уходить в самые уж дальние дебри, просто... Да, не будешь советовать что-либо дикое. Логично. Да, не будешь советовать дикое. Да, это как когда ты просишь в рейстике посоветовать вино. Ты, ну, если тебе посоветуют самодород, ты такой... Погоди, я не буду советовать что-то средненькое, да? Да, да, что-то средненькое. Да, 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 да. Вот, и уже потом, какое-то время спустя, когда я ходил по магазину, покупал что-то ещё, я обнаружил, что этот чувак работает недалеко от отдела хентая. Ну, конечно. Уверен, у Сидни там просто слюнки потекли. Да, и когда он увидел нас, когда он увидел, что он мог бы посоветовать хентай фигурку, он увидел, как Сидни выбирает хентай фигурки, и он такой... А, так я мог советовать это? Я мог посоветовать им это? Что ж вы сразу не сказали? Я вместо этого дал тебе фигурку для нормисов. Не-не, просто... Если ты просишь что-то посоветовать, а тебе чувак захочет продать что-то с голой пиздой и огромными сиськами, Ты будешь такой, а... Чё? Да. Но должен сказать, из всех фигурок по Ван Пису он... Он выбрал самую культурную фигурку из тех, что мог найти. Это правда, ведь Робин там самая распутная. Да. Выглядит просто как фигурка по Ван Пису. Да. Я ничего особенного не вижу. Ну, я имею в виду, если... Сравнивать с мужскими персонажами? Ну, эй, если бы это был какой-нибудь Зоро и Санзи, тогда было бы уже... Ну, мне лично нравится Робин. Она будто игрушка из Макдака. Да я бы каждый день ходил в Макдак ради такого. Клали бы такие в каждый хэппи-мю, я бы, блядь... Я был бы очень счастлив. Я бы такой, мама, давай снова в Макдональдс. Так, так, ну вот и она. Ладно. Здоровенная коса, гляди-ка. Я помню, я видел Грей, когда смотрел досье лорда Эль Миллоя, и это вроде как... Это же спин-офф. Коса очень крутая. Да, она клёвая. Выглядит красиво. Да. Мне очень нравится, и у Гаррента нет такой... Это ещё одна Сейбер. А теперь да, вроде, это Сейбер. Ещё одна с лицом Сейбер. Как снять этот чёртов пластик? Просто сорви её, и... Ну, неважно. Готово. Ну, скажу так, я рад, что ты не купил фигурку Сейбер. Ага. Ведь фигурку Сейбер купил я. Правда? Что? Коннор, ты купил фигурку по Фейту? Так, погоди-ка. Притормози-ка. Получается, вы теряете по одному очку, и зато... Погоди, 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 погодите-ка секундочку. Бро, нам нельзя это показывать. О, Эшли, всё окей? Всё нормально? В общем, я даже не догадывался, но... Эта фигурка намного культурнее, чем я полагал. На ней что, стримки надеты? О, ну теперь вы знаете, кто мой любимый персонаж в Ван Писе? Культурная фигурка, ясно. Черт возьми, ну и Робин, ещё увидимся. Не помню такого в аниме. Так, я хочу задать вопрос. Ты купил Сейбер. А ты купил ту статую в Лошенбанге. Это считается? Нет. Не знаю, что ты думаешь, Коннор. Не, у тебя же другая вроде Сейбер-супер-пизда, или как там? Это прямо реально та же самая Сейбер. Это правда та же Сейбер. Тогда это отвалилось, чудо. Вот чёрт. Так, а откуда эта фигня? Коннор, что ты сделал со своей фигуркой? Не знаю. А, эта штука сломалась. О, господи, ему чисто за это надо очко снять. Реально. Ну, неважно, вы оба купили Сейбер, и у вас минус очко. Ладно, минус очко. Да, сними с них очко. Зачем ты купил Сейбер, Гарн? Зачем? Ты думал, что он не купил Сейбер? Нет. Я правда думал, что я не куплю ничего по Фейту? Да. Именно поэтому, когда мне достался челлендж на покупку персонажа из Фейта, которого нет у Гарнта, я просто пиздец как переживал. Я был уверен, что потеряю очко, ведь он наверняка скупил их уже все. Ладно. А куда девать это? Что с ним делать? Может быть сюда? Нет. Если хочешь решить эту проблему, буду только рад. Прошу, дай мне. Вообще, так-то я Фейт смотрел, хотя мэм и гласит, что я его ненавижу. Я хэтчу его, потому что Гарн без конца о нем трещит. О, где это там еще должна быть такая же стойка? Такая длинная. Ну, может, в коробке лежит, я не знаю. Вообще, неплохая фигурка Сейбер. Да, неплохая фигурка. Да, вот эта штука от нее отвалилась. Не знаю, что это и откуда это. А, это вот, это отсюда, видимо, да. Да, вот если бы ты обращался с ней несколько поаккуратней, Конор. Я был, я был аккуратен. Да, давай попробуем. Ну, вот еще один минус очков. Боже мой, сколько очков. Просто Конор зарабатывает очки так же быстро, как их теряет. Ты уже снял пачку с Гаррета и Конора, да? Да, окей. Вот эта фигурка реально хороша. Да, это реально прикольная Сейбер. Это Сейбер прям хороша. Родина дорогая. Должен тебя похвалить, Конор, да? Так, она стоила... Смотри-ка, одни фигурки по фейту. Мечта Гаррета наяву. Да, именно. И Штар, Грей, и Сейбер. Я, я прям очутился на подкасте, где стоит куча фигурок по фейт, и их покупают все, кроме меня. Просто, чё это вообще за хуйня? Не думайте, сколько она стоила? Это? Да. Двести? А ты? Где-то двести, да? Сто баксов. Да ну-х ты! За сто баксов это отлично. Да, очень неплохо. Это прям как надо. Как я и сказал, есть все эти... Мэмэ, и все такое. Ну, мне очень нравится Резира. Резира. Фейт-зиро. Оговорка по Фрейду. Но Резира мне тоже нравится. Воркс, и нравится Фейт-зиро. Глянь, Прикосновения, не без. Что? Теперь без небов, да? Ты полностью обосрал Фейт в моих глазах. Теперь я не могу его смотреть. Так, ладно, что у вас там еще есть? Сколько там у тебя еще? В общем, у меня есть еще одна. Я знал, что ты купил Джоу, и я видел, как ты ее, блядь, брал. Есть кое-что, что появляется у нас реже, чем заслуживает, и это Меха, и... Купил Гондар. У меня-то Меха за четыре сотни. Трансформер. Ну, у нас как бы Евангелион... Я его я тоже купил. У нас был Евангелион, но, мне кажется, нам не хватало... Гандама. Гандама, или... А он типа сборный? Я не думаю. Надеюсь, что нет. Он сборный? Я... На хуя ты купил сборный? Ладно, открывай. Ладно, ладно, сейчас, сейчас мы это узнаем. Да ты глянь, какая тут тонкая коробка, ясно же? Что иначе он бы не вместился. Не, я видел, я видел, я видел, я видел некоторые ганпла, и если, если этот сборный, то сзади тогда не должно ничего быть. Молчание, я предполагаю, что все по гандаму, это ганпла. Я просто очень хотел какой-нибудь гандам, но что при этом не ганпла, и это... Такой найти было невозможно, и поэтому... Я пока еще не смотрел гандам Хэтуэй, но Ален мне им все уши прожужжал. Ален это мой монтажер, и он такой... Ой, гандамы, серия там пиздец, она огромная. Помню, несколько лет назад находил пост, натыкался, там... Что-то хронология серии гандамы, там просто десятки буквально фильмов, сериалов по этой вселенной анимационных. Там жесть какая-то творится в гандамах в Японии. Карнт? И он дикий фанат гандама. Это не считая манги, игр, я уверен, там еще их до пиздища. Он просто... он очень долгое время упрашивает меня посмотреть гандам Хэтуэй. А он и правда разборный. Ладно. Гляньте-ка. И Ален, надеюсь, после того, как я купил его, ты мной гордишься? Выглядит реально круто. Вроде гандам Хэтуэй это... Еще один трансформер по версии Би-Би-Си? Да. Уж ты должен в этом шарить? Да. Это лучшее... Как много тут деталей. Это лучшее, что я... Я, блядь, не буду это собирать, я реально не имею. Смотрите, это... Это типа заранее собранный гандпла. Гандпла для детишек. Может, за кадром там соберете. Это не быстро. Ну, в общем, да, Ален сказал, чтобы я послал всех смотреть гандам Хэтуэй. И закончим. Я слышал много хорошего. Я очень много хорошего слышал про гандам Хэтуэй. Тяжело становится от тебя. Так что да, теперь у нас есть меха, не считая иван миллиона. Все слышали о ноге. Но слышали ли вы о руке? И всё. Такая шутка. Сколько фигурок по Джорджу ты купил? Осталось ещё одна. Господи. Я купил Крейзи Даймонда. О, боже. Моё уважение. Да, мне нравится. Мне нравится Крейзи Даймонда. Не выёбывайся, во сколько ты сам купил по Фейнонда? Вообще, я купил всего две штуки. Две? Но они... Это две, которые стоят, блядь, как моя почка. Это две высококачественных фигурки, потому что я сторонник качества. Высококачественных? Ну-ка, это ты чё начнёшь? Я просто предпочитаю качество, а не количество. Все нормально, Комер? Я с тобой. Мы вместе пополним коллекцию. Это... 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 что там такое? Это моя самая дорогая фигурка. Я её видел. Пэтшоп и Хорус. О, мой бог. Ох, и вы... Сколько она стоит? Хотите знать? Да. Я знаю, сколько она стоит. И Джоуи отдал за неё гораздо больше. Это правда, но я совсем не расстроен, потому что это явно того стоит. Но суть-то не в этом. Это не... Да не в этом суть. Но зато мы сможем поставить её на ёбаных. Зато мы сможем поставить на полку. Я заплатил? Сколько ты заплатил? 990 долларов за это. О, господи. Я уж надеюсь, что очко за самую дорогую фигурку будет, блин, я просто напоминаю нашим зрителям, что вообще она стоит 370 долларов. Как они? Как ты отдал за это 990 долларов? Не знаю, но это был единственный способ уложиться во все бюджетные ограничения, так что вот, да. И знаете, что я не расстроен, потому что люблю Пэтшопа и Хоруса. Ты прав, ты прав, Джоуи, но знаешь, кто реальный победитель? Думаю, Мандараки. Да. Знаете, что я люблю Мандараки? Я часто захожу туда, считай, что это мой рождественский подарок, Мандараки. Да, в итоге они получили 300% прибыли. Да, 300% прибыли. И я надеюсь, вы счастливы. Решил дать Сидни что-нибудь выбрать, так что, разумеется... Наверное, большая ошибка. А, ну как иначе? Да. Не знаю, стоит ли это показывать, я могу это распечатать. А? Что? Кого? А, я думал, это то, где порнуха с орками. Нет, нет, это Кураину. Это Кураину. Боже, вы меня напугали. Думал, там какая-то орга. Что с этой хреновиной делать? В общем, она обошлась мне в 275 долларов. Можно я ее тут просто разрежу, типа? Не думаю, что ее можно показать. Очень многие хентай-фигурки поставляются в коробках, и они... Эти коробки, они... Тупо одноцветные, на них нет изображений. Вот и... Даже не знаешь, какая фигурка тебе попадется. И сейчас мы это узнаем. Он же там. Картинка. Ну ладно, а нет, у нее соски наружу. Это Атосанаги. Да, это Атосанаги. Так что Сидни... Она сходу распознала фигурку от Атосанаги. Оставлю-ка я это вот так. Да, не снимай пленку. Да. Классно смотрится. И для бустеров. Ну ладно, ладно. Да, я думаю, патроны заслуживают насладиться творчеством Атосанаги, ведь это мой любимый хентай-художник. Классная фигурка. Да, реально классная фигурка. Да. Ух ты. Да. Но почему там связанный медвежонок? Я не знаю. Потому что это Атосанаги. А это что? Он любит такие штучки. Это вообще что? Это что, сменная жопа? Это что? Гоку. Что? Это черный гоку. Это что, черного гоку? Погоди, погоди. Тут что, можно регулировать толщину жопы, которая тебе нравится? Реально можно. Что за нахер? Чувак, это что-то с чем-то. Технологии будущего. Так, в общем, вот моя фигурка П. Жопа и хороса. Отнимаем, покажи на камеру. Не, ну как, конечно, это шедем. Оно просто шикарно. Но не на штуку баксов. Не на штуку, нет. Наверное, редкая. Раньше я её не видел. Я тоже не видел ранее. Думаю, отсюда и такая цена. Да. Но это заебись, можно будет поставить на полку. Да, вот именно. Она не слишком большая. И охоро хорошая. Что? Поставить на полку. Ладно, ладно, некоторые, некоторые из них, все из них можно поставить на полку. Как некоторые? Слушай, слушай, нам нужно просто немного чёрного скотча, и мы сделаем канонически цензурированные... Канонически цензурированные фигурки. Я даже не понял, что она отвалилась. Ух, чёрт. Отвалилась, когда доставал. О, чёрт. И, видимо, мы никак не сможем её приделать. Бля. Но ничего, мы можем... Сейчас крепим. Представь, ты заплатил почти что тысячу баксов. Не-не, я помню, что там было об этом написано, когда я покупал её. Написано про поломку? О, боже, наверное, это... Это очень чинится. Нормально, это легко чинится. Наверное, это очень редкая штука, да? Да, это всё легко починить. Чего там ещё? Что у тебя там воно? Это ещё что? Назуко? Да. Назуко? Только не говори, что ты уже такую взял, Гарон. Я просто вспомнил, что у меня ещё какая-то херня. Это плюшевый медведь Наруто. А, какаши, плюшевый. Какаши. Мой любимый перс в Фортнайте. Да, я купил это чисто ради того, чтобы приблизить сумму к нужной отметке. Так, ладно, вопрос. Сколько всякой мелочи вы купили, чтобы приблизить сумму к тому, чтобы получилось... Так, основная сложность с Мандараки в том, что... Суть в том, что некоторые ценники указывали цену с налогом, а некоторые цену без налога. Верно. И попытка посчитать, сколько ты в итоге заплатишь, посчитать с налогом, посчитать без налога, это был просто пиздец. В общем, у меня... У меня так удачно совпало, и я был уверен, что мне придётся заниматься этим, когда я только купил свои три фигурки. Но когда я всё посчитал, то в этом... Не было нужды. Я был настолько близок. Правда? Да, как бы по чистому совпадению вышло невероятно близко к четырём тройкам, и надеюсь, это ближе, чем у вас. Что у тебя самое дешевле? Ой, два часа 26 минут 11. Осталось подведение итогов. Мы досидели, я досидел, ё-моё, досмотрел. О, как тяжело. Ой. Шо вы, Гарнт? Пикачо. Потому что у меня дешевле. Неужели? Одна сотня ян. Не может, блядь, быть! А ещё и минус 1 очко. Минус ещё 1 очко. Я потерял, чтобы приобрести. Я был уверен, что из-за Пикачоу потерять ещё балл. Я был так уверен, что смогу дожать ту сумму, которую... Не, погоди, погоди, а что там было-то? 100 йен. А, твои 200. Нет, какой у тебя там был челлендж? Никакой. Он просто пытался набрать сумму близкую к... Так, а пока подождите с этим очком, нужно сначала посмотреть, насколько он будет близок. Вы думаете, мастер Гарнт? Ну, конечно, конечно. Мудрый мужчина. Ты хороший человек, можешь забрать? Это будет сильно на заднем фоне. В любом случае, это отстой. Там что-то ещё? А, ещё один. Купить фигурку по тату, что я не смотрю. А, да. А, окей, ну ладно. Круто. А, ну ладно. Собственно, мне нравится, потому что... Ты купил, ты закрыл... Ты закрыл всю эту тему с кодом ГЕС. И спустя год ты, наконец, нашёл нового друга для СиСи. Да, именно. Отлично. Посмотрим, что там такое. Я даже не злюсь. Фигурка реально классная. Мне нравится. Отличная фигурка. Я даже дебнул, настолько она клёвая. Да, это стоит даба. Верни мне очко. Не хочешь возвращать? А, не будешь этого делать? Вау. У тебя всё, Джоуи? Да, у меня было всего три. С Мандараки вообще такая тема. Я практически тысячу баксов за Хоруса принадал. А надо же было использовать деньги. Это верно. Да, верно. Думаю, самая большая разница между прошлым годом и нынешним годом – это то, что нам приходилось реально думать над тем, как бы уложиться в наш бюджет. Да. Верно, просто, типа, мы в большинстве магазинов могли позволить себе самую дорогую фигурку, и иногда мы даже их и покупали. А в разумных пределах. Да. Хорошо выглядит. Выглядит шикарно. Шикарно. Эй-ё, эй-ё, эй-ё. Прекрасно выглядит. Офигеть! Чёрт! Это как в том меме. В натуре, ради такой адапт можно. Да, как бы, это даб. Вы смотрели Куд Гиз? Да, конечно, конечно, любим его. Любим. Куд Гиз, реакция на моём бусте когда-нибудь. Да. Да? У меня есть кое-что ещё. Ладно. Но думаю, нам с Конором надо поменяться местами. А, просто, мне понадобится... Мне для этого нужен будет стол. Конор, можем мы поменяться местами? Положи сюда. А? Ещё я хочу видеть ваши реакции. А, ну ладно, ладно. Хорошо. Давайте. У меня для вас ещё кое-что есть. Это будет... Это будет немного неожиданно. Вот. Серьёзно, так что? Что же там? Хочу увидеть. Так что... Что за нахуй? В общем... Я, в общем... В общем... Она с мером с мою девушку. И так мне было трудно... Распорядиться оставшимися деньгами. И... В Мандараке было много клёвых фигурок, но ничего такого... Ничего, что прям отозвалось бы у меня. Ну, знаете, в душе, да? Ага. И тут я подумал... Если это опять фейт, я тебя уебашу. Погоди, погоди. Лучше не пытайтесь гадать, что там. Может там закрыть глаза? Я закрою глаза. Я клянусь, Гарант, если это снова фейт, я прям заинтригован. Ладно, ладно. Ну, если это фейт с параллельной вселенной, где есть бэнг-бэнг-бэнг? На. Так себя обычно маленькие дети чувствуют на Рождество, да? Погодите, погодите, погодите. Знаете что? Слышу, он там борется с коробкой. Так, всё нормально. Ладно, перед тем, как вы откроете глаза, я хотел бы, хотел бы, хотел бы сказать вступление. Давай, давай быстрее. Ладно. Итак, обосрать Америку мы здесь рады всегда. Срать на американскую культуру – это неотъемлемая часть трэшового вкуса. Да, верно. И вот, я подумал, вместо того, чтобы очередной раз срать на Америку, почему бы нам не впустить частичку её в свою душу? Ебануться. Чё это было? Это чё? Слабо, нет, так. Ладно, нет, так. Он у нас на кирпичи рухнул. Я подумал, почему бы нам вместе не впустить в себя немножко Америки? Трэшовый вкус. Так. Открывайте глаза. Что? Что за хуйня, Гарант? Бэн, бэн, бэн. Что за хуйня? Ладно, в общем, это страйкбольный автомат. Но я не знал, что страйкбольное оружие выглядит так. Она из стали и реально тяжёлое. Хотите потрогать? Чё за нахуй? Гарант, бэн. Бэн, бэн. Если б копы нас с этим видели, просто закрыли бы. Это... А нам снимут мантизацию за это? Боже мой. А мы... Что? И по понятным причинам я не буду вынимать его из ящика. Он выглядит слишком реалистично. Сколько он стоил? Ну типа, это всего 300 баксов. Как бы меня... Меня за... Пацаны, идите закупаться. Пушим страйкбольным. Стальные. Ставила это задуматься, что из себя представляет японская комьюнити страйкболистов. Потому что это... Что ж, если начнётся зомби-апокайпсис, я знаю, к кому идти. Типа... Это так реалистично. Ну, со складным прикладом, да, прикольно. Да, разумеется, разумеется, да. Вынимать я его не буду, просто чтобы никому не приходила мысль, что... Это не страйкбольное оружие, но Ютуб это страйкбольное оружие, так что не переживайте. Для Ютуба придётся заблюрить. Для Ютуба придётся заблюрить. Да, патроны. Вперёд, наслаждайтесь вот этим. И, в общем, да, я подумал, что, типа, знаете, типа... Американцы любят пушки, нам тоже стоит купить пушку. Что думаете, американцы, насколько это реалистично? Ты это, блин, сказал прямо как неандерталец. Америка любит пушки. Америка любит пушки. Бля, я не верю, что ты это купил. Не верю. Гарн, ты же понимаешь, что весь... Бесценная реакция двух остальных пацанов. Это челлендж на Киха Барен. Купить фигурок. Просто бы полки у нас в студии заполнить. Разве нет? Нет, я хотел накупить черни и увидеть вашу реакцию. Я думал, в этом основная суть челленджа. Чтобы вытянуть из вас реакцию. Куда? Куда мы его денем? Я не знаю. Ладно, ещё те фигурки. Но реально, куда мы этот и денем? Мы можем. Как нам избавиться от этой штуки, чтобы копов не вызвали? Мы, может, в сейф положим. С этим мы позже разберёмся. Да, что-нибудь придумаем попозже. Вернили мою милдегард. Привет, у нас был таймскип. Если вы вдруг не заметили. У меня пропали волосы. Слишком много думал. Подстригся, наконец-то. В общем, в тот раз мы записывались настолько долго, что у нас тупо закончилось время. И мы тупо не успели снять закрывашку. Сначала мы не хотели этого говорить, не разрушать иллюзию, но потом Джоуи постригся, и мы забили. Да, я как-то об этом не подумал. Моя вина. Ты явно не командный игрок. Но, в общем, да, последнее, что мы хотели сделать, это посчитать все наши очки за те челленджи, которые мы выполнили. И мы этого делать не будем, к сожалению. Потому что выпуск и так получился длинный. У нас вроде вышло часа три. Да, очень длинный эпизод. И, в общем, мы подумали и решили, что будет лучше, если мы соберёмся вместе и посчитаем все очки на стриме. Но всё не так просто. Есть несколько спорных очков, которые, ну, к примеру... Время не лечит. Может ли персонаж, которого купил Джоуи, победить Гоку? И является ли он сам Гоку? Сколько персонажей в Among Us? Это реально спорный момент. Они все одинаковые. Да нет, ни хрена не одинаковые. Я уверен, что через неделю вы сами в этом убедитесь. На нашем стриме. В общем, мы устроим примерно что-то похожее на церемонию награждения трэшового вкуса. У нас будет множество разных категорий. Некоторые уже фигурировали в подкасте, а некоторые будут совершенно новыми. Например, кто купил лучшую фигурку, а кто из нас купил худшую фигурку. И другие аспекты, из которых будет складываться итоговый результат челленджа. И в конце нашего проигравшего ждет наказание. И это будет на стриме. Да. Стриме. Прямо на стриме. Прямо на стриме. Ну и плюс к тому же у нас будет возможность более основательно пройтись по фигуркам, которые мы вынуждены были обделить вниманием на подкасте. Да. Ведь не растягивать же его, блин, на пять часов. Да. Потому что мы не успели обсудить в... Говорят, на три часа вышел. Пиздец. В выпуске можно будет обсудить на стриме. И если вы смотрите нас в будущем, вы сможете посмотреть запись стрима на канале Трэк Тест Автор Дарк, где лежат записи всех стримов. Ссылка будет в описании. Так что подписывайтесь и туда. Именно. Сам стрим запланирован на 21 декабря. Вот и время. В 7 вечера по японскому времени. Все верно? Ведь верно, да? Звучит так, будто бы ты оправдываешься. Я просто... Я не бил ее. Не бил. Я просто пытаюсь как можно более ясно донести. I did not hurt you. I did not hurt her. I did not... О, hi, Марк. До зрителей все то, о чем мы договорились, а то пока мы тут говорим, я сам, походу, все уже успел позабыть. Дошел до середины предложения и уже Альцгеймер. 21-е... Мы договорились на 21-е. Ты сейчас звучал как Кристофер Уокен. Сама малость. Слим! На Слим, вы узнаете, кто победил, а кому придется есть наказание. Да, есть. Бичка не поиздевался над организмом. Это будет нечто очень острое. Мы пока что и сами не знаем. Там точно будет еда, однако аппетитного в этом будет мало. Ужа, как бы, не потекут. Предварительные результаты вы сейчас видите на экране. Так, неокончательный, предварительный. Так, Гарн 5, Коннор, Джоуи 5 и 5. То есть Джоуди, по идее, может победить. Учитывая то, что он взял еще фигурку за 1000 баксов, то есть он взял. Тебе бал. Неплохо. Ранее я уже напрочь забыл, потому что мы записывали где-то неделю назад. Давненько. Обязательно присоединяйтесь к нам на стриме. Чего вы ждете? Покупайте билеты. Цена, подписка на наш канал. Покупайте билеты. Покупайте билеты. Билеты на трейсей.ко. Подписывайтесь на наш канал, подождите всего одну недельку, и перевод этого стрима будет выложен здесь. Будет крайне весело. И кто-то умрет. Также спасибо нашим патронам за поддержку. Все это возможно именно благодаря вам. Да, серьезно, если бы не ваша поддержка, такого бюджета у нас никогда было. Джоуди в жизни не было. Джоуди, который намного больше, чем... Все. Я справился. Ой, три часа на React. Вау, это самый длинный React будет на моем YouTube-канале. Посмотрит его, естественно, человек пять. От силы будет просмотров, я уверен. А полностью посмотрит, может, один-два. Ну, послушают там на заднем фоне. Обычно делают всегда люди. Ой, тяжко, тяжко. Такое повторять больше не хочу. Честно говоря, за бесплатно, тем более. Очень было интересно, забавно. Как всегда у пацанов. Душевно. Эти споры, крики. Жалко, что результатов нет окончательных. Ну, контент. Дальше. На стриме решить. Порные есть очки. Вот. Ну, Джоу, скорее всего, победил. В этот раз. Ладненько. Всем спасибо за внимание. Всем до скорой встречи. Пока. Пока.